тихо-тихо-тихо здравствуйте дорогие мои ребятушки вот приветствую нужно просто вительные слова почему бросил вступительные слова заключается в чем что одна и вторая финала бишь полуфинал нас с вами и микрофона лдру и владислав решетников а к инкар нормально сергей ингрид орехов тоже с нами вот втроём опять просит потише вашего мне сделаем какие вы мне почему-то кажется что кук стримится с севелом нет я не думаю тебе кажется не микрофон должен быть нормально ребятушки чё нормально 1 1 1 1 1 1 даже если на полную врубая даже даже не достаю до конца не все нормально потому что преувеличивать ловик здесь чудо да да кстати я поговорил с ним ну и чё как он говорит да нормально все принципе хочет возвращаться много это у нас обращение вот тем временем все начинается пол цифера кулер и нулит все лишь начинается миги размерами пошел по стеку сейчас все кто заберет желтый это ешь и на получится нечисто подамажить цифра не получится подамажить все зелененький у него все неплохо но позиции нету и пасочка пошла пасочка так как я здесь вот здесь прошу прощения тут уже эпики происходит у меня вещи со штаб у тебя есть да 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 я переключил скажу знаешь и а потом я там звук неправильный был рассинхрон кстати с полтинчик он подогнал 25 . ну и более-менее 200 на 200 пою здесь инвестируст он стал должен забирать у нас сегодня будет о полуфинал и финал да 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 сегодня в общем-то 125 с лига сентября закончится один хелси ставишь обратить внимание раздамажил воротами двумя вообще но интересно что аэш опять же но как бы это такие темы игроков атаковано высокого уровня даже с одним хелсом пытается создать иллюзию что у него больше чем один хелс там 30 хотя бы или что-то типа такого есть ребятушки если рассинхрон попробуйте в 5 нажать и вот смотри с одного хелса он уже разожрался 50 на 40 но на самом-то деле казалось бы да вроде бы что-то получаться начинает уэш тут как-то он стек себе выравнивает а на самом деле нифига потому что за это время сафир уже успел набрать мегу на успел забрать красный час на полкинки здесь не принял не знаю почему красавица ты вилка то наломился по хитрому вообще молодежь все три тайминга полностью вся карта зациклены ну тут как бы пришли зациклено как бы узнать три тайминга тут скорее вот так правильнее будет сказать потому что они не зациклены ну смотри красный сразу потом меня потом желтый ну нет и сколько если бы прям сейчас бы забрал мегу на еще восемь секунд до желтого он приходит она там как бы не зациклен получается но я тут в любом случае как бы тайминг внутри этим у него есть и это означает что он как минимум понимает когда что будет резца и понятно что вряд ли будет лишь 2 желтой потому что ему брали не стал лишь даже продамаживать вот он на красном хотя дождался все-таки неплохо кстати неплохо такому садил паке . не кстати аж выровнял более-менее стаки 100 на 100 100 на 100 надо нам его просто успеть немного ну даже может быть подконтролить просто хотя сам понимаешь против сайфера как бы она тяжеловато подконтроливать я к сожалению сыграл один только аэровок сегодня против утра и отлетел там щепочки конечно ну там уже не языка . ну да серьезно ну как ты что-то ну жив но на мало крест на малом количестве хп у тебя сейчас да почему-то минус сейчас будет вот это подвезло сейчас совершу что сайфер тут не попал хороший простил кстати обрати внимание что в неплохой форме сайфер ну то есть разыгран разыгран ну по ходу турнир он не очень честно графом покажу не сказать что прям все круто него там получалось криса кастер дай криса кастер так вот он по чуть-чуть по чуть-чуть лишь но все равно как-то выравнивает сколько сейчас ваша 100 на 100 и вот сайфер . здесь 130 летит и уже в такие моменты когда стыки примера сравниваться мне кажется включает такая тема что позиционный именно начинается выигрывать ну короче сейчас сайфер остается на этим их только за счет позиции потому что он наступает с такой стороны и так подконтраливает что еще нет возможности попытаться там прострелить или еще что то вот здесь лучше бы с рейла стрелять на самом деле был сайфер но он рассчитывал на среднюю дистанцию по-моему внизу там эш да красавец сайфер метка первый момент показалось что он не понял как бы это ну как бы мало ли подумал сверху там в этом месте бывает слышно то сверху то снизу и уже второй такой налом вот на полтиннике здесь был налом запрыгивание так сказать из неожиданного места и вот здесь на краску на красный более дефолтный на полтиннике мне очень понравилось постаку сейчас делается так скажем но он должен знать амик на мегу на видео но сейчас должен должен лов между прочим вообще не понял почему почему сайфер не пошел на мегу на самом-то деле то есть можно было отдавать красный видимо не хотел он терять контроль на карте то есть только так я это могу объяснить лучше сейчас тайминг и 5 красного и меги и желтый сейчас лежит свободно выше на этом он должен как-то располагать ну но за красный пытается бороться кстати не самое удачное решение ой как залетела баба . и все можно редко забирать на самом деле и на мегу получится быть если холсы сохранились у сайфера дальше приходится отступить на желтый красный соответственно за сайфером аптеке он вот эту аптеку не забрал соответственно хотя и могло не быть честно говоря я уже не помню было ли это аптека непонятно сколько толсты у сайфера может посмотреть да да сейчас у него есть 200 на 130 хорошая мегу же он забрал вообще отлично прекрасно все у него идеально сейчас будет сейчас слышно это уходить с ручником ну ему нужно скорее не ломиться вот 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 именно вот что это и делает сейчас то есть он услышал что оппонент сверху сразу перемещается сразу среди огня уходит конечно очень грамотно полтинника сейчас отсюда от полтинника можно не уйти просто цифер очень хорошо все задал как красавчик вообще да 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 еще очень много попал но до этого просто если за сайфером все ракеты так очень рядом и даже не домашнего цифер хорошо дожил от него последний в такой момент не получилось зря мне кажется на рейл сейчас зашел аж хотя вообще не пойму наверное на шах тоже потом сайфер бы сверху пытался принять убежал кстати из ловушки эш красавчик ну по всей видимости снизу там спрыгнул что палец здесь сайфер конечно данный момент по стаку выигрывает но красный сейчас будет за сайфером вот как бы тема у него зря он упал так и аккуратно хороший прострел от сайфера он сейчас просто еще не движется сейчас мы что прогоню боли насколько больше у него вся хоба желтый соточка их ну там сейчас аптеку подберет зеленку но вопрос в том что сайфер здесь уже на красном ждет правда ждет не оттуда я бы даже сверху выходит сейчас опачки циферу ожидал интересно почему я шоке не пошел через зеленка думал через джампер на плазму выйдет меня он шел через вверх куда он в портал через шахт там он все позабирал я сейчас забрал зеленку у него сейчас должно быть армора какое-то приличное количество вот здесь желтый еще за сайфером да желтый сайфер отжирает и это как бы проблема на самом деле для эша потому что фактически желтый должен быть за ним принимает он здесь бой с небольшим количеством стека неплохо раздамажил неплохо ну ладно помогло ну да не до конца сейчас опять меня плюс красный и все ооо подлагивает кстати у сайфера между прочим чё там 23 года странно доказать и мига тем временем заэшем умудрился еще и унести а и остается полторы минуты всего до конца первой карты и пока сайфер ведет в один фраг нашел срочно предпринимать очень хорошо тут не факт полторы минуты это надо не срочно предпринимать лучше наоборот попытаться заманить в одну какую-то ловушку потому что разница только в один фраг то есть фактически нужно сделать один фраг и резко и тогда можно вообще выиграть а если просто один фраг то хотя бы царь соточка всего лишь а эш уже 100 на 100 с учетом что он забрал красный час пойдет на него этому отбивать это вообще с небольшим стеком с 2 ракетки может распаковаться вот это начинает вот это вот чувствует последнюю минуту но все правильно делать ему нужно сохранить как бы преимущество но если шоу сейчас поймает то плохо будет он даже желтый здесь не забирает ну здесь такая позиция он обязательно услышит расчет был вот этот рейл конечно если с дистанции будет и красавец но по-моему спалился вот я не понял ваш увидел или не тоже перестраховывается сайфер выходит на верхний этаж красавец 30 секунд остается мега за ишем крадется он все крадется вот если сейчас вы ишь понимает плохо будет упс красненьким еще но здесь уже и не факт понимаешь тут же эш что называется не в салочки с ним играет ему нужно не просто докоснуться до него а еще и как бы раздамажить а это когда сайфер плюс бэки попробуй напади на него в любой позиции вообще какая бы она ни была ну все тут 7 секунд и слишком ну нет тут не скажи как можно в любой момент наломиться отложиваться до 100 на 102 рейла например рейл и у которой забивает оппонента в угол еще один рейл там и базуку на подконтроль они это больше 220 это 3 рейл ну неважно я имею ввиду вообще что ну таки камбеки то бывают вообще здесь и чудесейшие у нас вроде бы синистер вторая карта синистер не ошибаюсь конечно возможно вот или не видел да синист синистер цифер тренирова у нас было 7 только финал до 7 финал сейчас был опять так ребятушки картинку у вас в порядке не пронаблюдал так момент скажи пожалуйста начинать будут что 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 когда рейди будет скажи про да 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 все ради а да 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 все цифер да у тебя ли то все да сайфер сайфер у нас на экранах так сейчас еще раз проверим икру да все нормально лишь больше выше 200 200 цифер 100 на 100 вот сейчас за красный надо было побороться ой смотри неудачно позиции выходит цифер на выходу и нужный вылет на джампаде ну как бы вроде бы он сам вылет на самом деле момент вылет он прошел то есть вылетел бороться стал но очень хорошо раздамажил эш и конечно не последнюю роль здесь сыграл именно джампад ну то что он вообще оттуда выходил кто сакастер имкрис сергей имкрис орехов мы сегодня вот так вот да да как тебе на кайконе было сергей имкрис орехов да как-то в теме не лучше я думаю то есть все таки на кайкон не стоил бы правильно конечно что там это америка где америка где тумень тюмень прости пожалуйста тумень на самом-то деле не тюлень а тюмень да то есть они в тюлене был нет нет не плохом состоянии если сейчас это сайфер сайфер не пропалил тот момент он получает базуку за выходит трейлер фейковые джампы были ли мне показалось нет нет не показалось как будто на одном месте не ну а в смысле не роки джампов и джамп может надо вполне может быть я честно говоря этот момент проглядел игра переходит на такую пассивную ноту ну и шли идет ему это выгодно но тут понимаешь как бы пассивно то с какой страны они конечно друг друга не убивают но постоянно прощупывают просто не наламываются ооооу сейчас кстати может быть у него там стека на самом деле подвезло сейчас эшу то что сайфер одну ожидал что дальше выйдет эш и эш мог сейчас быть заминусован явное было преимущество по стеку сайфера давайте глянем 41 процент шафта 0 процентов из рейла уэша значит у него 0 попаданий но 6 трейлов выстреливаем все промахнулся да и 3 0 тем не менее да и красный киеве мега трудно сейчас аферу то будет ноешь постоянно трениться и пора бы уже что-то выиграть уже наконец-то затощимся время пришло да мне кажется да да не выше давно пришло время затягивается не понимаю почему сейчас вроде бы и нет у него стал хороший 36 всего лишь но нет она рада так есть екатеринбурга там до москвы то так нормально я не знаю почему не раньше хуже был мигуя проглядел ты ждал тебя сейчас да да а цифер 100 100 ну понятное дело как бы что все отъедает собственно говоря и приму что три фрага может конечно небольшой но игра вот сейчас она стала такая плюс бечная прям совсем от сайфера и полу атакующий а то есть он конечно не пушит но и постоянно пытается держать на контроле сайфера постоянно понимать где он заманивать его какие-то такие места типовой смотри я забил мегахелс не хочешь забрать мегахелс и сам на своих гранатах сейчас очень сильно продамажился 6 даже минуту он понимает что три фрага не так уж и много он не сыпь ну не хочет я думаю просто отдавать личные что потом было труднее ему комбатчить вот знаешь мне кажется у него не особо большой выбор потому что все эти могут четко проконтролировать эш да ему приходится на грязь трудновато да это еще даже было что и без желтых вот два желтых опять завершим красную сейчас еще пойдет заберет и цифер вообще без всего до 150 на 200 мега будет опачки за сайфером ничего в себе ну хотя вот ничего в себе очень много дэнджа получил сайфер неожиданности упрыгивает два рокета на подконтроль на минус сайфер тогда определенно не настолько большую чтобы это не то чтобы из имело значение но прям сильно кардинально поменял ситуацию 200 армора уже больше имеется 100 на 200 конечно не 200 на 200 но лучше чем 100 на 50 или даже чем 100 на 100 ну да вот я как бы говорю про этот желтый который он забрал на базуке пришел даже красный может заберет 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 и даже уйти смог красавица подконтролил на левый угол для эши и правый соответственно для сайфера в прыжочке зашел здесь ничего себе еще и про атаковать попытался сейчас бы рейлон коник попал стальной но и как обычно так лаус делают его класс кафе скажем отлично могли быстро гляну 100 100 цифров не газа сайфером с 200 хп у него имеется не сильно поддамажили гранаты 200 на 150 сейчас будет красный здесь стоит думает подралили наверно сайфера да нужно как то еще на самом деле вот еще что тоже не нужно ему не нужно не то что не отдавать преимущество нужно продолжать продолжать все время напрягать 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 сайфера потому что если сайфер врубает свой ниндзя стайл любимый то это очень трудно потом потому что он нападает очень такой нему неприятный момент кстати как вот сейчас выбивает мегу красный уже за сайфером и получается что контроль то перебит сейчас уже у нас в роли догоняющего именно по найти вам может стать с уже ему не выйти на красный получает он сразу рейлган икра и желтенькие а желтенькие тайминги не знает эш и вот это сейчас будет проблема приходится здесь отступать получает лет спину меньше чем на один рейл верхний желтый держит все спокойно но меня же с красным в одно время резко лишь должен ну хоть что-то то отобрать нельзя получится конечно у него не получится может сайфер причитает этот момент вот здесь аккуратно правильно выходит сайфер как наламывается красавец вообще он уже забрал да мегу уже забрал делейт красный но вот он не не смотри красавец он увидел что эш там был на дуге да то есть на б и за делейл еще больше то есть на самом деле эш думаю что как бы он знает на самом деле тайминг на самом деле сайфер знает что эш на самом деле не знает тайминг вот такая вот удивительная история но и и гража и лака холмса и этого мариарта так скажем да 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 просто таки детектив что палит ситуацию прод контроль кстати классно тоже получилось только сайфер выпрыгивает сразу такой звук рейл гана и прочекивает прочеки в том что на 150 но это не сильный стек при счете того что двести на двести естественно сайфер и ловит он здесь эшоп который попался как-то при учете того что против тебя играет сайфер это не сильный стек мнение но все-таки тут играет лишь как бы и мне кажется что все-таки они как-то одного поле ягода я не знаю но красный здесь продолжает оставаться за сайфером начинается у него контроль 3 на 5 было то есть прекрасных 5 мека сейчас уже 6 красных 8 мек еще немного и по красным хороший рейл догонит сайфер но самое интересное что обратите внимание время то начинает заканчиваться две минуты если вот такая вот вязкая игра сохранится аэш показывает великолепный камбэк хорошо отступает но если посчитать всем плюс бэком и поисками врага то у него даже меньше минуты остается у сайфера как сказать я не очень понял математику если вот допустим ну вычесть сразу вот это время который идет пустую и он ищет эша собирает итемы то времени это конкретно на убийство то все меньше ну тогда у него вообще нет времени потому что вообще непонятно сколько он может искать он может найти и например сделать несколько респот по игре ой куда он попал но просто в пол как бы продаем отжила сейчас я думаю просто забыл постричь ногти на ногах вот такая шутка есть пара такие попадания и минус одна минута остается он видел видел респ два фрага мига за сайфером очень опасно сейчас все для эша но если вот он сейчас поймешь что на красный можно выйти лолч вот сейчас теперь опасно уже кинорэд и лучше на рэд не наламываться 45 секунд два фрага похоже я понял что на красный лучше не наламываться там по-моему видел сайфер справа уходит под телепорт эш и красавец вот это очень майн-геймсово сейчас поступает сайфер а вот сейчас не очень тем что спалился этой базу к понял понял позицию аж пора ломить 30 секунд попадает один раз если не резко срезал угол может еще один попасть 3 отлично срезает углы сайфер о верниешь великолепный дар рейл дан от сайфера но сейчас на самом деле очень малая вероятность уже очень еще малая вероятность но все может измениться наламывается сайфер находит он эш и рейл не попадать наконец-то закончились вот эти просто дичайшие рейлы ну все гг да даже этот фраг уже ничего не решает джи джи и сави и шоку то сразу расставляет точки над и что резц он не будет 11 по картам молодец не стоило резца привет артим отличный показывает молнию и великолепную лазерную снайперскую винтовку оба игрока потому что не хватает места ну все окей а че еще там попросили да куки просит место так это он давно уж попросил я думал еще раз просит нему вот так что попросил нет как-то не сам он диск на да 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 точно точно ну короче все это неважно нам это совершенно неважно здесь есть игроки которые есть мнение не напишу если чести попросят вот тут есть игроки которые могли бы левнуть на самом деле new one например как бы агент нельзя он читает игру не но он не стриме же и как бы так все понятно сейчас все че такое аквейка 5 выдает сине окошко так давай давай потому что сейчас ты вылетишь затупил сошел через блин зря ты потому что сейчас это все вылетит ты короче вставай на и выйти в ченнус потому что если те что выкинет то могут сразу же у меня в вечер на серваке да все сейчас я быстренько буду давай давай конект болеем уже все грим зору позитива выйти он и стриминку давай чадочный пробежать мальчиком онлайн так ладно позитива так так дрим зором и так вот давай давай ты конектируешься нет я не вижу сервер потому что у меня чат не пригружается что ноль людей написал я открываю приватные сроки двери на россии но их нету давай давай когда надо будет я кик на кого не переживай напиши этот инвайт не скинь пожалуйста на давать потому что у меня 0 друзей они я не в эти инвайт не поможете нужно перезаходить прыгать пока у тебя друзья не отобразят что они законектятся пробуем еще раз давайте все друзья появились зашел да все я захожу пароль вспомним так захожу должно пустить смотри да если так что там похоже зута ждут так и картинку кстати не проверил сейчас бы плачет за стримов бы картинка картинка захват утки но элдер элдер что делать стример захват но мы ничего не видим понесло понесло элдера пользуйтесь моментом все нормас дорогие мои ребятушки не волнуйтесь не волнуйтесь я с вами я здесь картинку верните он не кстати привет ну конечно отмазывает как будто против этого игра так вот отвлекая тут тэшом ставлю на еще победит дружба возможно как будто против вывела игра да 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 цаффер то знает толк подкатах а пользователь нул активировал премиум ребятушки я поздравляю всех с премиум и все кто в общем активирует премиум и и кстати говоря на год геймики не обновляйтесь ребят счет у меня чатик тупит да 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 я видел микс я сказал что тебя что-то забанил это только пришел и уже на час получил банк это было жестко кстати у тебя возможно уже прошел банк не не обновляйтесь дорогие мои в чате глубине его не очень прошел стрим только начался в 11 время уже 9 еще точнее ну да по тиминскому 11 9 40 только прошло в общем ребятки я рад что вы все присоединяйтесь трансляции не обновляйтесь потому что у вас может вылететь что-то у меня с гудгейм ком какие-то траблы поэтому не обновляйтесь не вылетайте не надо оставайтесь с нами будем оставаться в топе плюс люди трансляцию на из к 2 тв плюс 1 добавил выброс в избранная красавчик вот это вот это то что нужно подписывайтесь также на премиум на гудгейме подписывайтесь на канал на гудгейме в группе также также я не желаю на твиче смотри так что ничего страшного 40 человек всех приветствуем ходить на них здравствуйте хейтми никсон никсон дровишки фраги дровишки там привет дровам дровам привет привет дровам человек который благотворит джувенайла возможно я просто не знаю но красавчик красавчик нифига в себе их там народу смотрит офигеть офигеть но нас то больше дорогие мои нас то смотрит вообще какой-то неповерный человек количество 330 человек я вас всех поздравляю я желаю вам приятного просмотра рекламы пару раз я понажимал блин этот игра началась простите пожалуйста дорогие мои не хотел не хочу вам ломать но просто прикол все кто у меня кто у меня сайфер у меня кто у тебя все у меня тоже сайфер сплинтер сплинтер это по вчерашней теме сплинтер в бою нет мы к сожалению не слишком как сказал зубич я уж не вспомнил как не слишком умны поражал нашему образованию в школе да 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 и сразу же повел да кстати красным здесь дождется вол там с шахтом вот шахтом опасно сюда нужно отдавать красный к сожалению не попадает прострелом это для проигроков такое достаточно стандартный прострел и шахтом надо бы обзавестись но кстати опасность либо парнял как он так тоже сверху слушай и знаю понсверх услышал я тоже сверху услышал не услышал меня было верить что по ней сверху из яж наверх посмотрел мне таких что он тоже слышал сверху или mütta lagik names возможно кроме тюменя кроме тюменя естественно а в регулярно стриме тифа к братишки ну я вообще прям регулярно стрима братишка для на своем канале тоже но не буду назвать канал я не клуб заниматься не но на самом деле это increase он отвечаю у тебя по-моему так он не пишется даем кризис нет нет но в группе квайфай комьюнити вы можете увидеть анонс от интро в любом случае если вы заживаете посмотреть очень хорошо играть ctf в общем если тебе нет верхнего и нижнего динамика как-то может отличить сверху или снизу по звуку слышно сверху или снизу также по звуку вы слышно сверху снизу слева справа и со всех со всех сторон нас есть полная 3d ориентация пространстве и для того чтобы хорошо играть она очень нужна я вам рекомендую ее обзавестись если ее у вас нет блин не доехал сегодня мед до меня должен был доехать мед саппельта выходит вперед и по ставку и по счету и давид продолжает уже сейчас даже минус здесь неплохо кстати так забрал и на дамажу ой 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 не знаю мне кажется оцени понятно в общем хорошо как случилось лучше сказать такой ситуации мне казалось что еще удобнее было бы выгоднее даже было бы выйти телепорт вот как что-то был 3 это был 5 это серия был 5 и финал до 7 минус а тэша я даже не понял как он сам себя там убил счет пока там 11 дальше по картам 11 это точно пытается продолжать здесь давить у него получается сейчас мега за ними думал будет хотя опасочка дампу от сайфера такой шафтенский прямо в лицо и нападение здесь на красный будет отлично отбивается аж кстати на и красную несу с одной стороны вроде унес красный вроде бы казалось бы все хорошо но у сайфера все тоже полно 100 и плюс полный я помбар она т7 достаточно сильно решает наличие всех пушек особенно органа которого как мы видим уэша нет хотя это ему вроде бы не мешает базукой как хорошо здесь сокращать расстояние 20 хп всего у сайфера ну красный думаю все таки за цифру сейчас будет амега заявил мы зайдем знаешь 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 может пытаешься заванговать счет не хочу все-таки еще видите не цифра лучше эши против павла вот такую да вот вообще было шикарно внезапный сентябрьской лиги 125 фс а я что сейчас не держит уже ровно у него ровно сайфера сайфера побольше надо было чем на рейл мига за сайфером майндгеймс начинаются я думаю ну как бы уэша сейчас простая задача какие-то выбить айтимы кстати сейчас запирается в ловушке сайфер о вернее эш лол да ладно не было там до не было возвращаясь и на сайфера по звуку блин была ловушка то есть что он там таком месте которое вы можете контролировать оба прохода и оппонент находится ну как бы в ловушку на некоторых картах это есть их на затеяние такое место на рокете на т7 здесь есть как и шток опасный выпрыгнул на мигу он наверно знал то что цепи не будет там нифига себе если сейчас директа не зашел то все как бы было что ты говорил там я честно говоря не проглядел этот момент то что ну и шток прыгнул на мигу там это час буду откуда он заходил он сверху с портала просто на мигу прыгнул на эту платформу а я стоял снизу и поэтому кстати хотя бы хоть ты выжил я думал что цаффер как вы прочитали этот момент и постарается что-нибудь сделать вот на одном хп сменой сразу ровно соточка как пререспе при респе 125 фпс лига сентябрь пешком оба игрока идут интересно нику а ты будешь переименовывать лигу 250 не ну правда это вообще рассматривается такой вариант возможно просто нику в чате на goodgame я на это надеюсь может ответит ну знаешь 250 фрагов в секунду это уже много но и да да тут такое дело конечно хорошо раздамаживает сайфер и минус эш скорее всего будет ой вот после этого директа прям сто процентов 5 1 минуту да ну тут т7 такая карта она больше подходит для игроков с очень очень большим опытом на них легче играть именно им потому что вот этот как раз полноценно раскрывается вот тематика ну не тематика норме очень как искал полноценно раскрывается сайфер именно в камбеке то есть да в таком комбеке в плюс бэк то есть он хорошо отступает четко чувствует что на карте происходит карта большая позиции много перемещения длинные и как бы вот вот это все на xp очень хорошо тащится 7 такая карта это как ztn который не отточен вспомнили ну и игроки которые давно играют тоже могут вспомнить как они играли на ztn как эта карта оказалась просто гигантской как будто бы ты полчаса бежишь от одного желтого к другому и вообще не понимаешь когда ты до конца ты добиваешься с этой карты а сейчас она ну мне кажется очень не больше аэроволка ну немножко то есть быстрые быстрые перемещения и к таким вот перемещением быстрому легко привыкает игроки а по высокого уровня участвующие на больших ламов которые в таких моментах полуфиналах не испытывают нервов вообще просто руки норм что-то машину сейчас диктаком не в обидуешь конечно ну все наверно понят то что просто подразумевал прыгал профессионального игрока который так видеть своего противника на этой карте они кстати я попустил этот момент купил обговорить его то что когда они шахтились на миге зафера сверху стоял и пытался дошифтить теша но у него шафт не да ну не доставал как бы и вот профессиональные игроки и не знают до куда шам потягиваются ай-яй-яй тонкости игры мне но кстати интересно что квект развивается и некоторые прострелы даже да они просто раньше были не актуальны потому что как бы противники всегда действовали ну как бы то есть есть определенный как бы действие которые ты делаешь в определенных местах да там где-то прыгаешь куда-то вот и со временем как бы кто-то замечает что блин а зачем я как-то делаю вот это тоже тупо получается мне всем здесь убивают а тут же вот можно там отойти или еще что-то и только в этот момент как бы открываются как будто бы какие-то вещи там что здесь ашант оказывается не дотягивается или там а здесь прострелить архивушка чувак не пришел в этом также происходит развитие клейка но это же даже есть какая-то карта где рэйл имеет свой предел то есть игрок может стоять не осустрелил стрелала не может это вроде в ку-3 была такая карта я что-то об этом слышал суши я впервые таком слушаю брейл по моему бесконечно переступор расстрелит у него нет я не могу это подтвердить потом я не буду спорить но если взять если скажу что они по кстати что ну по чуть-чуть но не думаю что он успел да не нему четыре фрага и 9 фрагов ему еще нужно отыграть за одну минуту в этой сессии это пульс торе не вайки на абсолютно отличная лазерная снайперская винтовка от сайфера в очередной раз попадает смотрим на стату 11 из 23 снайперс лазерно-снайперских патронов попала в общем-то нормально молния 20 обратите внимание у сайтера ой вернее 38 у сайтера вот я вообще знаешь и смотрю 22 на 38 говорят в коментах то что просто сайтер играл здесь против даханга и высшей лиги но я думаю что же как бы является высшей лиги по дуэлям это безусловно так что тем более держит марку один-один счет так уж не плохо не вы просто судя не я считаю что ты 7 просто мне карта эша умеется вообще не очень много играет поэтому я думаю что здесь как бы вопросы еще и в карте я думаю что на следующей карте более такую сильную наверное все же будет правильно сказать игру покажет так ты не помнишь что следующее в общем-то в роте за т.н. но и не затончик слушан у затончик обговаривали дайнер на запилю одну большую длинную трансляцию чтобы так сказать оставить непонятку кто же играл финале кто же выиграл финале для тех кто только прибыл у нас счет по там 21 пользу циферам это был 5 4 карта скажи пожалуйста когда они начнут я покажу все остальное хорошо перестаньте ешь недооценивать гига зрителям но как бы не знаю вроде нормально да да оценивать начали 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 все у меня цифер так и проверяю захват сахар начинает здесь на желтом и на красный не открывает но средством у него как-то здесь у цифера ну нет нормальный на самом деле без просто вот здесь демиджи очень много получил если бы он сразу на базуку прошел было вообще нормально ну главное что минусу и тэш рейлган он здесь подбирает это тоже важно не просто я имею ввиду вот этот нижний резк он как бы сам по себе не очень легко потому что есть очень большая вероятность что инами зарезаться либо сверху и возьмет ракету либо снизу возьмет шафт если он возьмет шафт то у тебя вообще мало шансов остается взять и ну амегу как будто в любом случае этому не возьмешь еще может стоимость получит ну там если уж прям сильно наломиться то можно не гулять но я не думаю что он перемашнит его без оружия же он там резается но не но смысл это в том что но есть есть короче я на своем стриме для новичков рассказывают тему что еще в кутри я один раз даже хулера так убил вот довелось мне случайно с ним сыграть и у меня было такое на затеяние отточенные начала были просто идеальнейший у тебя пропал алё 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 слышали надо искать все неплохо соединение что-то там здесь да да я тут все у тебя слушаешь да с кулером катнул вот и ну естественно там проиграл вообще как бы понятное дело слышал отдай потом эту историю расскажу очень смысл в том если коротко что есть как бы даже в самых стандартных началах есть возможность сыграть нестандартно и именно за счет этого можно делать фраги вот вначале у нас пока ешь идет в один фраг и очень хороший стек у него 200 армора чем вот мне нравится за томом такой знаешь более мне кажется самый такой майндгейм ну да но такая вот карта как бы она нет большая и не маленькая и ну вот идеально честно говоря я не знаю ну да да в клонарине да потому что в дуэлях академе она не баланс на 26 2 на 2 на интересное кстати 2 на 2 до она такая игра на тдм еще как бы куда ни что даже 4 на 4 на не прикольно но в кутри было на ней прикольно 4 на 4 а в кулаве не очень второй фраг делает эш там с мостом на самом деле проблема там очень узкий легко прострелить а в камбраун с intel декорку да там вообще ужас с рейла весь красный прострелился зажат сейчас цифер не знаю что он сделает трёхский рычаг джамп да ну честно играет какой-то не знаю мне кажется что лишь нужно было дамажить базуф и тогда бы он не дал на самом деле выпрыгнуть не хотела похоже менять пушку у меня вычислили слова паразит как бы есть еще нифига себе нифига себе как бы нифига себе как бы здесь попадает рейлган и великолепны и как бы с моментом играйте на игру на выпивку как бы мега сейчас забирает эш выходит и нифига себе 92 хп остается уэша кстати заметил на прошлом трансляции я все время повторял грубо говоря я тоже когда пересматриваю свои стримы иногда это делаю чтобы оценить как вообще там нормально идет трансляция качественно ли я стримлю замечаю за собой слова паразиты но невозможно их убрать потому что иногда нужно очень быстро склеивать мысль которая приходит в голову потому что их да игра все-таки динамичная нужно очень быстро все описывать но не играть и играет гейнон ребятушки ребятушки привет он я не понял даже как он попал но ну вот так класс в общем играл вот так вот это он тебе будет понятен ауте 200 армор в этом роде цифер 100 100 ну грустная для него история сейчас на миге пошел он за ним не знает на то что у него так мало хп опасно здесь выходить последнее время в кутри было не опасно в такой но не так опасно выходить а вот здесь в кулаве что-то последнее время очень сильно контролит этот проход не попадает лишь вот это не очень кстати ситуация попал ну да я говорю для реше это не очень попытался он на плазме подконтролить в ответочку но сайфер там об этом был готов за спамил греночка у я ее не очень сейчас получилось уэша пытается он сместиться на мегу но на самом деле хорошо здесь продамажил врывается сайфер лол нифига хорошо продамажил стул армора остался сайфера минус сэш но практически просто я не секунь я думаю что все-таки но мощность упадить ну да да вниз нырять и пытаться решать эти потому что вот такая вот опаска создается которая уже создалась это испанту кстати очень легко вообще прямо я думал гонять конечно не профессионалом но все равно узнать и намереснулся не так уж и трудно потому что здесь вот встать на вот этой миге и все принципе понятно рокет гренки и шахт читаются а если их там нету то он на плазме тут мне говорят что я постоянно смотрю за одним игроком ребят это вы не вы не внимательно смотрите трансляцию если вы считаете что я смотрю за одним игроком будьте более внимательно пожалуйста сайфер выходит вперед на один фраг до сайфер выходит вперед на один фраг четыре минуты осталось если все так и будет продолжаться то плачан для что ты закончишься 3 1 будет сайфер попадет в финал все-таки хотелось бы чтобы эш взял на карту да ну хотя бы карту взял еще одну было бы вообще неплохо главное что есть возможность только вот что сейчас не нужно делать эшу это вот таких вот наломов сейчас вообще зачем спрыгнул зачем под контролем там и уже вот идет серия то есть сайфер сейчас будет выходить на следующую позицию на следующую позицию на следующую позицию но здесь ушел эш а спалился спалился хорошо зашла бабатка сожалению нет не проконтролил рокетом отличное попадание 10 секунд до меги через нижний желтый будет попадать сайфер собирался собирался нападать 100 100 вот не стоит торопиться и если сейчас так выше не очень сильный стек не стоит ему торопиться сейчас бороться за мега 100 100 это такой же как у сайфера был но просчитать этот момент достаточно тяжело то есть понять ощутить стек сайтера ул-у-у-у-у-у-у-у просто жесть такие наломы кстати подсоедин izh называть инкрейстайл почему да ну я вроде так же налома всегда с одним х п этом стоит не стоит не делает кстати что хорошо отожрался 100-100 не попал или попал не прочувствую документ немножко здесь сатир . смотри подраспаковал если сейчас только прям блин ну было я не знаю просто аптечек нет вот собрались мыслями и штам забрал аптечки было видно это означало что халсы у него немного желтого здесь нет возможно даже полтинник пришлось мы там забирать и сайфер чувствую что сейчас слаб получает рейл здесь сайфер волк можно проатаковать еще рейл нужно попадать 6 хп нужно добей не почувствовал сейчас что очень слабый стеку сайфера сайферу приходится сместиться на мегу две минуты остается мега будет за заэшем сместил сайфер на полтинник все здесь давай давай пытается наломиться на 40 кп сразу заходит не попадает рейлом решишь вышел да по стаку вперед все хорошо да 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 и полторы минуты пара 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 нет 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 вот не пара нет ну вообще никогда не пора смысл в том что пора только тогда когда сложилась ситуация идеально да то есть ты как бы надамажил знаешь что противника слабый степи что ты можешь в этом месте наломиться для него это будет неожиданно пара только тогда это может вообще пора не настать 9 минута 59 секунда ты не догоняешь оппонента значит не пора нужно еще создать такой момент такие условия чтобы сайфера как бы все было плохо вот например не все хорошо да да вот даже для этого достаточно делать определенные аркадные действия которые и в общем-то демонстрирует эш какие выпады с красным сейчас этим ломиться может желтый нужно через нижний желтый дали забирать нижний желтая же вот куда он выйдет если через плазму сейчас сюда прям пропрыгать может до верхней желтой сейчас будет появляться 8 секунд до красного и до меги находят тоже здесь оппоненту но почему рейл то лол почему рейл то дом не попал забирает красный эш находит он сайфер ну вот здесь вообще нереально будет со . попадает давай давай можно можно все он не успеет может еще если там сейчас найдет обидно да не получилось уэша здесь выиграть что же ожидая вторую пару это я был против павла но зато меня разбанили на калрансе в дуэли да да теперь я официально получаю ела ела кстати зря нам просто сделали что сделали ну зря разбанили почему это же это офигенная фишка ну да ты можешь проигрывать и не по я могу заходить на сервер и говорит что у меня 1200 ела они спрашивают они ну так было несколько раз про сколько его грудь 1200 они говорят выйди отсюда пожалуйста давайте сыграем ну все давай типа я как бы в коще разно разношу и они играют что я читер вот он его нет типа я не читер ну что хоть это очень весело ну да так и павел дисконнект это возможно будет поставить сервера да выпрыгиваем а павел павел да кстати павел сидит на своем серваке уже очень давно да да один запрыгиваешь книга ну там ты пароль и знаешь знаешь же упало то да и чуба упало то порой не этот недавно затроилась случайно спросил пароль у павла так кто выиграет сайфер эш и по голосованию было сайфер 20 человек проголосовало 70 процентов было за сайфера и ешь проиграл да спасибо кстати артим что пилишь голосовал очки это полезная очень тема я вижу что количество премиум их товарищей увеличивается такое ощущение что как будто кто-то задонатил нет показалось 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 это какие-то старые донатеры хорошо что заходят людям которые поддерживают трансляцию подписывайтесь на гудгейме дорогие мои подписывайтесь на ска 2 тв плюсуйте трансляцию ска 2 тв записывайтесь в группу вконтакте чтобы постоянно видеть анонсы следующей неделе скорее всего или одна квалификация от меня или может быть 2 и посмотрим в общем возможно я буду квалификациях участвовать но сами квалификации стримить не буду то есть если я вылечу я как бы стрим прекращу потому что нужно иногда немножко отдыхать от трансляций полисуйте трансляции на ска 2 тв когда зло играть будет зло играть будет сейчас против павла мы с вами этот момент наблюдаем ваш уже на сервере не вел также на сервере не произошел нет чем вот еще не надо так нету на розе которых на сервере кидаем не пикались еще на напоминает карты не то сейчас пойдет пик попросила посуда топов на там он не дает надо же давать потому что сейчас начнутся какие-то траблы кто-то вылетел еще чем четкой в первом паша минус юра пола блин ну павла бывает горит целом на самом деле ты на качество сегодня потрудился я смотрю лучше стало дорогие мои скажите лучше стало или нет кулер то при чем тут блин вообще голосу или проиграешь дорогие мои голосуйте конечно же естественно но он еще я слышу и по два раза нас я думал нет 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 ты что варит он тоже я смотрю посмотри ему написал звук не тринок и слив что ты хаб не любишь говорит так кстати картинка на месте да картинка на месте углы более гладкими стали да я постарался настроить стрим но не знаю насколько как блин это получилось честно говоря надеюсь что получилось не все получилось что я хотел но то что то что делал то вроде бы должно было повлиять еще раз всех приветствую на трансляции у нас 125 фпс лига финал и плей-офф у нас уже идет давным-давно второй полуфинал начинается ты наслышан о последних историях капитана квазара я не читал эту вашу там балалайку какую-то реально я даже не хочу разбираться честно я скажу нет как бы я даже не но не провансирую разговор об этом просто его часто нашел класс контакте его просто так назначай назвали капитан америка за геройские слова поступки и он говорит я больше чем он такой человек как это было один раз я даже знаю кто заходил я тоже знаю все знают нет не все но ты рассказывал что это был ты и этот у меня это лавни был да вы и лэйн не лэй а лэйн ну просто там человек 5 наверно создали все аккаунты и иммортала утром и точнее павла и вела у них хорошо что есть 421 вот эти цифры типа л который может заменить буквой и быстренько зашли катнули паблик кланом 102 на самом деле это 102 там такие классные причем что мы играли в разы хуже все равно говорили что мы офигенные это тролльщики тролльщики battleforge затон токс последника мини о в общем артем будьте внимательно вот за этим товарищем то что у меня вообще в бане находится я вообще не вижу сообщение чуть-чуть что сразу банти да на 30 дней этого товарища потому что где-то значит что-то накосячил раз он у меня в бане буду вам признательно итак у нас первая карта 7 стартовать например а в прекрасном хуэре который у меня уже заканчивается деловой зеленого чая представь себе туда не понимали диктор и печаль и вот сколько живу ни разу не как бы это точно но чай как выпил но уверен желанием почему не знаю мне не нравится сам вкус да и чай может ты какой-то такой чай пробовал не нашел свой чай я работал в этой сфере официантом и там много чаев я работал в кафешке нет я имею ввиду то что я пробовал тут чай но мне все равно не нравится он не так проще воды попить ну воды попить вообще полезно то что работа получше всякие ферментированы в общем это долгий раздан в горячую погоду зато помогает в холодную погоду и при заболевании блин нифига пси бургачки за кваку за кваку задонатили большое вам спасибо ребятушки очень приятно когда поддерживают канал присылает 500 рубликов товарищ да простит меня этот товарищ не могу я прочитать твой ник не хочу коверкать меня всегда говорят что я негодяй и плохо делаю что коверкаю но я думаю он понимает блин я не могу прости пожалуйста прости что я заговорил твой ник благодарю тебя за поддержку ребятушки спасибо большое всем кто поддерживает трансляцию это прям вообще большое благодарствие надеюсь ты как бы через плеер сделаю тебя теперь есть премиум скажи пожалуйста что он у тебя есть что ты не зря потратил деньги и сможешь посмотреть в хорошем качестве теперь трансляцию там спрошу стрим ради стрим нет павел последнее наставление от кулера павел это сплинтер русский только уже да 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 аж просит слот для стрима на кулера как не он агент кулер лишний агент кулер лишний агент кикнули мне интересно кто это сделал я я так почему-то и подумал после молчания все ладно хэшечка блин да простит меня агент если он а как павел узнал у меня я не знаю хотел промолчать не вопрос назвал кто-то как ближний я первый попавшую скикнул я надеюсь агент не обидится агент не обидится блин я надеюсь мне никто не скажет так что всегда иногда с ним играем и будет некрасиво когда и так масса эвил то в общем то уже начал с пашей красного заявил он смущается он миге надеюсь никто из 300 человек не скажет агенту да даже об этом думаю что никто не скажет агент из 300 человек но одна слышит так это же тебя там пикнули а там блин я надеюсь что реально он поймет но на самом деле как бы нужен был слот попросили я как бы пикнул ночью естественно думал полетит все-таки не ван блин кстати чёт я надо так и был 100 на 200 прошел даже подловил для него я думаю таки подумал это щелчок пальцем 10 секунд у нас остается до миги также до красного ух ты какой интересный джамп ну это дефолт на не 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 этот один раз два ой как здесь жестко блин честно говоря просто я в шоке как его это делает такое ощущение как будто он сидит просто с каменным лицом потому что ни одного лишнего движения он просто как бы берет и убивает ну не знаю такого человека кроме как ферзя я еще не встречал то есть да так делала не ну это было нечего это там 4 о ребят еще тоже на киви кошелек здесь приходит поддержку я благодарю вас ребяшки поддерживает разок спасибо большое мы тогда играли тдм на втором дни лана и фир складом сделать это минус 6 секунд за 10 и просто из тут же ставят паузу не прошло первым делом что я сделал сделал обратите внимание на ферзя он наш он так сидит есть печеньки так вот ничего такого особенного игра продолжается он продолжает весь печеньки как убивать все такой тип ваша тем временем успел заминусовать сам себя опасочка если честно трудно сейчас и на вашу пашу тяжело вообще против этого играть я благодарю товарищ который поддержал трансляцию 160 рублей приходит большое спасибо ребятки поддерживайте лучше как-нибудь через плеер чтобы вам премиум качество давали хотя бы там на месяц премиум подписки потому что ну чтобы вам самим было это здорово чтобы могли вожди качестве посмотреть ну там как бы правда не сильно различается но плавность картинки выше становится то есть я проверял павла с эвелом как бы ну отрицательная статистика обидно я думаю пошел нахоже сейчас просто убить он смотри смотри может минуту сейчас 50 хп всего осталось у эвела и на мигу я думаю смещается павел полтинник мига должно быть блин это лежит мига очень долго павел уже желтый просто сверху и не идет на мигу сейчас он только заберет мигу лол кстати смотри до сих пор лежит мига он на красному на красном о боже вот это лол вот это вообще прикол и мигу сейчас эвел заберет да ладно нет павел вообще прикол вот этот просто это мига удивительная супер удивительная мига дорогие мои павел все еще не забирать я не знаю почему он ждет желтый он наверно думает что он да он был один думает что тот взял мегу этот взял и мига пролежала больше чем уже на один кул нау ну 35 секунд я думаю да уже прошло и павел подумал что пора уже прийти на следующее да ну такие моменты конечно тоже случаются не могут профессионалов за всем уследить да не ну тут как бы майн геймс на майн геймс как бы такое майн геймс на майн геймс дают 35 секунд миги про впустую соточка на эвелы соточку на эвел еще одна поддержка приходит ребятки благодарю вас всех секту поддерживает трансляцию соточка на эвел да 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 ставлю соточку на полу что он проиграет добивать его мало хп вывела и паша позиции должен дрейли фиде ваша дальше есть возможность только релгана нету как бы проблема 18 хорошо стигану сейчас сергей велорехов у еще и сделал фраг да ты хочешь убить этот труп 250 желтый запалом и так понял на наверху там стоял и первая карта у нас напоминаю тем кто присоединяется подожди как желтый могут резать одновременно ну оппоненты забрали их нет внутри они стояли все сверху до павел и они любил стелс его его слезу поел сверху поел собрал желтый а то желтый никто не забрал его забирал как мы забирали там же парфейт лоу 81 да не самое удачное начало для павла вы сашу вышел можно агенту вернуться уже нельзя потому что он забанен а ты же можешь там анбан сделать анбан там вроде а два анбан и номер игрока или никнейм вроде бы так агент из нот бана он не забанит ходят слухи что я ее это не я и к к ха ха лол и хорошая шутка мне понравилась один из вида лего это я лево они послушены писали будет сухи стаи и канка 5 по данному лук и что хоть но кстати один агент может за джунницый я думаю что если бы на самом деле он бы сидел рядом с компом Он, может быть, написал бы Типа, ну зачем там Ну я не знаю, что можно написать В общем, в любом случае Я попытался его разбанить, я думаю, он сможет Законектиться, если что Не надо, пусть в бане сидит Тут люди помнят злые шутки От агента Да, да, как он вливается с финалов 200-100 А, ты за Эвилом, да, смотришь? Да, Эвил вообще отличное начало Ну, Затэн, кстати, может Паша выбить Из по Эвилу Блин, Эвил вроде бы не так много тренит Но при этом он так великолепно Отыгрывает, я прям очень рад Ух, ты Паша Заряжает ракетками Отлично здесь попадание От Эвилом, минус ул Тоже базюльками И, кстати, сейчас же это можно присануть Эвилу Хорош, красавица, вообще Я ожидал, наверное, смены на первой минуте Три фрага Не, норм, норм Это такие достаточно, они дефолтные Затэн он настолько приточен, что Буква практически первой Ну, до Амеги, которая на минуте 15-18 Вообще все просто такое Дефолтное Прям точно можно сказать, кто куда бежит и кто что делает Минус Паша здесь, к сожалению Очень хорошо его подловил И вообще замечательно взломился на шахт То есть не просто на мегу, а сразу с поворотом туда вот глубже он проходил Это зарешало минус Паша на шахте Идеальнейший шаг просто 47% у Эвила на шахте сейчас Ни одной меги за Павлом пока не было Ну, это было всего 2-3 Ну да, но ни одной из них не было за Павлом Красный здесь Паша забирает Умудряется все-таки обмануть Сергея Эвила Орехова Нет аркады от Эвила Да, сейчас снайперская лазерная винтовка отлично подконтроливается Подбирает молнию Пошла молния, отлично, отлично Просто зашокировала Эвила на Пашу Блин, здесь дотянулся Ну просто вот Назовем его Кевина или Лопоезда Да? Да Окей 140 на 100 Честно говоря, просто вот машина Машина-убийца, которая идет вообще безостановочно Хотя вроде Паша сейчас вот немножко палки в колесах Отсунул Загнал его так в угол, мол, уйди отсюда Пошел куда Да-да-да Кстати, размен по фрагам выгоден он Паше Потому что Ну, так сказать, запустит Сейчас игру заново Блин, хорошо продамажил Но, к сожалению, чуть-чуть дальше там мыкнулся Успеет не успеет, Омегин Неплохая попытка под контролем 10 хп всего у Эвила Ну уже один минус, хорош Кстати, он с рейла стяганул А нет, с машингана С машингана А, нет Эвил, да с рейла попал Паша Да-да, ну там Главное, что Паша Машу-то вот Добил Почти минус Эвил Ой, как залетело прям в глаз Прям ужас Причем вроде Паша так Мулился достаточно аккуратно То есть уже с учетом того, что Нету здесь Эвила Что Эвил уже должен был уйти И такое Прилетает минус Эвил Сейчас должно быть Ну почему не Шотган-то Ну ёпара-соты Привет Какой рейл Это же не клан-арена Шотгана можно пользоваться Да, здесь даже никто не напишет Эвил Блин Павел Не, ну правда сейчас не подвезло Почему Twitch лагает? Привет, дракончик Я не знаю, честно скажу Это проблема Твича на самом деле Да, скорее всего Да, да, да У меня вообще постоянно На Twitch лаги Поэтому я думаю Сегодня это Чувака с ником Твич кикнули Самым первым Вообще с сервера Сейчас первые игры Нет, слушай Отвич это Между прочим Там какой-то свой товарищ Как-то он мне там Паролями помогал На DreamTack'е Ай, Паша Сейчас Не дождался выхода Мега желтенький Так я сейчас подойду Все хорошо так-то у Паши 200-200 Должен я думаю Реализовывать Это как-то Не в пустую тратить Чтобы я его дамажу Сейчас ему найти бы Главное Вот так вот Да, понемножку Потихонечку Хорошими рейлганами Все, я его пока отступил Можно забрать красный Но я думаю Выходить на Мегу Ой, хорошо Павел сыграл Должен, должен, должен Давливать Нет, я его все-таки уходит Ну я думаю Он опять вернется на Рокчер Да По дефолту Но за Пашей красный Я думаю Сейчас пойдет На верхний желтый Хотя нет Или да Забирать себе Последние аптечки Чтобы его ничего не досталось Молодец Опасно вот эти вот Ракеты Контрольки такие Дикие 5 минут Остается у Павла На то, чтобы догнать Сергея Вилаорехова Хорошо Он продамажил Вроде бы в лицо Но я не уверен Как они тут Читают друг друга Эвилл там где-то Встал Ждет Я думаю Что он где-то там На полтинничке Дальше не выходил Потому что там Задеть уже может Как Павел Так хорошо Успел И конфетку съесть Прекрасный за ним И Эвилла убил И на Меге Сейчас еще стоит Надо делать Седьмой фраг Паша Надо, надо, надо Это твоя судьба Ну я думаю Он все равно Раздамажил Тутими ракетами В лицо И 11 хп Паша Надо было вновь Доставать Шротган Или хотя бы Машну Павел такое оружие Что им лучше не пользоваться В такой Опасной ситуации Если уж Сыграть надежнее Вот опасно Вот этот вылет Тин Крис Тайл Вот Павла Не знаю Что он рассчитывал С подной Неплохо Паша сейчас Подфортило То что Рейл Здесь лежит Он сейчас Имеет неплохие шансы Мне теряет Мегу Хотя там Я думаю бы не умер Хотя 20 хп у него было Минус Павел Обидно Жаль Сауфага Что удваивается И 200 100 Это вам Хухры-мухры Ой-ой-ой-ой-ой Что творит Павел Ну это же просто шикарно Он Очень хорошо Продамажил Павела Этими ракетами Зря он сейчас Здесь ждет Он сейчас может Потерять красный Да Надо было забирать Мегу И срочно сразу Бежать наверх Эвил сейчас На Что Ой на Еще ракета Эвилу в лицо Прекрасно Он знает Он слышал Как Эвилу забрал Он опасный Опасный выход Ну Тебе же неудобная Позиция для стрельбы Тем более Это Эвилу А не какой-то Плохой шахтер Я буду называть Чей конкретный Ники Все Павелу еще раз Форфейт 2-0 В пользу Эвилу По картам Третий Третий у нас сейчас Вроде будет Токс Или Баттлфорж Я точно не могу сказать Все же я до сих пор Продолжаю верить Потому что Павел Сейчас рванет Рванет И Он выиграет Три карты сейчас Да Да ну не Ну там Павел Сейчас просто Некоторые такие моменты Он зато не делал Три ракеты в лицо Подряд Против Эвилу Проблема в том Что вот как Кулер Говорит Нужно морально Выиграть Ну тоже верно А Кулер с сэшом Да сейчас стримит Я не знаю Павел почему-то Не торопится заходить Ну потому что Горишь Я думаю Я думаю Нехило горит Потому что ЗТН Это Та карта Которую Он мог взять И должен был брать Если он хочет выиграть Ребят Спасибо большое Дракончик Особенно мне Очень приятно Пишут в том Что я классно Комментирую Там вроде бы Таксисты Мы ее еще Вроде не видели А последние карты Были за тент Окси Батлфорджет Сейчас видимо Отошел А нет Да они как будто Слышат все мои фразы И специально делают наоборот Отошел Должен напомнить 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 Какая сейчас будет карта Т7 Да Токс Да Токсисти Интересно Сейчас будет Посмотреть Токсисти Потому что Два таких Игрок А не последних Во имя Подуэли Я бы так Согнал Потому что Игроки Тащат Чисто За счет Майнд Геймс Посмотрим Сможет ли Сейчас Павел Предоставить Нужное Сопротивление Даже Он должен Не мочь А должен Делать Это Чтобы Если он Хочет Победить Надеюсь Что после Двух Фарфейтов Фарфейтов У нас не будет Потому что Слишком быстро Иначе все Пройдет Обрат Хотелось Борости На Придовольствие Здесь Здесь Дорогие мои Я рядом Я на контроле Ходил За чаечком Обновлял Напитки Перед Финальной Частью Это Замечательные Лиги 125 Впс Лига Сентября 2014 Года Хочу я Чтобы Павел Выиграл Все-таки Эту Карту Токс Ну Не знаю Блин У Паши Такой У него Очень Свеобразный Стиль И он Просто Трудно Против Фавел Я понимаю Не подходит К его На самом деле У него стиль У Сайфера Подходит Не пазл Не пазл Ну Что-то Вроде Того На самом деле У меня Эвел На экране Да-да-да У меня тоже 100-100 Хорошее Начало Идет Он Пушит На Мегу Ох Как Рейл Сквозь лестницу Да И там Хочет Чтобы Павел Прямо сейчас Фарфейд На самом деле Да Очень жестко То есть Аркадная Игра От Эвела Которая На самом деле На других Картах Я не вижу В такой Игре Карта Соответствующая Хотя Ну Блин Вот все-таки У Эвела Такой Своеобразный Стиль Что Как бы Вот такое Переключение Как будто Он просто Где-то Передачу Переключил И Раз Пошла Аркада Нормально Третью Включил Да-да Вон На самом деле Это вообще Нереально Ты пробовал Контюр Прошафтить Чувака Который За одну секунду Должен долететь До Миги И ты его шафтишь Так что он Не долетает До Миги Это по-моему Просто Как Чувак Который спрашивал Сколько нужно Тренироваться Чтобы Рейл Убивал С одного Выстрела Сколько Нужно Тренироваться Чтобы Вот так Шафт Просто За одну Секунду Выжигал Вот это Я не знаю Кстати Вопрос Такой Знаешь Очень Трудный Тренироваться Нужно Очень Много Чтобы Подготовить Ситуацию К такому Чтобы Рейл Убивал С одного Выстрела Ну да 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 Это Хороший ответ Зажат Таил Сейчас Но Все таки Нет Оказался Зажатым Павел Не Он тут Паш Не наломиться Был У него Стэк Был Слабый А когда Эвил Держит Шафт Вперед На него Невозможно Кушать Оф Расстрелочек Вот эти Нравится Мне Очень Мощно Даже Пофигу Что Они Не попадают Это Все Красиво Смотрится Ну Потому что Они Знают Вот Это Они Они Попадают Это Еще Хто С Это Можно Физика Менялась Спрашивайте Не Ну Как бы Да Сейчас Не Попало Но Они Стреляют Для Того Чтобы Напопасть Как Они Уверены В Расстрелах Что Мне Опять Не Нравится Начало Пять Ноль Не Не Ну Вот Этот Локс Пока Еще Не Все Потеряно Для Паши Хотя Не Видно Нету Набора Стэка Вообще Никакого Он Выходит И Постоянным Получает Дома Везде Контрол Везде Нарисованы Минус Плин Как Это Вообще Что Он Делает Улыбается Он Понимает Что Нельзя Чего Горит Паша Потому Что Все Заходит Вообще Все Любой Как Б В Какой Позиции Не Находился Эвил Он По Любому Задамажит Так Что Оппонент Уберет Как Это Вообще Возможно Я Очень Часто Не Нахожу Хлоп Когда Смотрю Игру Эвила Особенно Против Павла Ну Паша Там Тоже Попал Такую Базуку С Ракетами Это Вот Их Парочка 421 И Павел Конечно Ракетные Профессионалы Я бы Так Сказ Вот Это Вот Что Вот Это Что 421 Иногда Как Выдаст Так Выдаст Там Потом Уже Не Понимаешь Действительно Левкойки Такая Физика Что Он Так Попадает Да Но Он Додж За счет Доджа Это Все Делает Он Очень Круто Мувится Да Не Поспоришь Просто Такое Обхождение Элегантное Рокетов Всего Всего У меня Такое Чувство Кстати Когда Он Доджет Он Сидит В шляпе С усиками Знаешь Сманов И Такой Додж Додж Да 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 Добрый Вправ Хорош Паш Тут Пытался Догоняю Потихонечку Ну Кстати Говоря Почему Нет Он Взял Сейчас Некоторое Преимуще На Карте Надо Надо Паша Попадать Дабы Сейчас Я Вообще О Хорош Вот Это Отлично Сейчас Шафт От Паши Был Замечательно Прошафтил Выходит На Нижний Желтый Верхний Желтый Через Три секунды Будет Отбивать Здесь Красный Нельзя Умирать Нельзя О Блин Напрягает Эвил Через Аптечку Кстати Интересно Такой прыжок Не совсем Стандартный Минус От Эвил На 7 Хитах Чуть Чуть Не хватило Здесь Паша Одной Шафтин А Нет Сейчас Уже Две Да 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 Ты правильно Подметил Обидно Кстати Не знаю Как остальные Но Не неприятно Это обновление Именно По шафту Да 5 минут 5 минут Это много Или мало Не знаю Хватит Достаточно Достаточно На самом деле Чтобы обыграть Чтобы на Токсе Закамбетчить Интересный Еще Момент Что На Прошафт То Что 6 Стал Демеджи Менера Способен Стал Шафт Да То есть Как бы Он балансировал Рейлган Мне кажется И Как бы Это было балансно По 7 Демеджи Снимать Потому что Против Рейла Ну нужно Как-то На близком Расстоянии Очень быстро Убивать Если Быстро Не убиваешь То Там у чувака Как бы Есть возможность Даже вот Три выстрела Рейлом На близком Расстоянии Например Да То есть Ты обманул Чувака Как бы Подошел К нему Близко И шафтишь Он с рейлом Ну как бы Такая ситуация Если То Три рейла Это многовато А я как-то пропустил момент Демедж У Рокета Все-таки 100 сделали Или нет Нет Я не знаю Как это Ну Насочек Это вылетает Вроде бы То что Демедж С флешем Раньше Если в ноги Попадал Там 86 Был Или 84 А сейчас Сделали Конкретно Что сотка И вот Это тем более Еще дисбаланс Носят Против шафта Потому что С Рокета Стало Намного Легче Перебивать Шалт Вблизи Да ладно Я вообще В первую Усилию С флеш Да Вроде бы Такое То что Кто-то Мне в общем Говорил Вроде бы Кудес Мне говорил Потому что Хомяк Находился В бета Тестерах Не Не Ну Вопрос Ладно Подожди Вопрос В другом Это В последних Обновлениях Если Есть Это Где-то Написано Я бы Посмотрел Для меня Базука Очень Откроенная Я Считаю Это После Этой Игры Какой-то Должен Быть На 5 Это Не Знаю Не Знаю Блин А в финал Я не хочу Отрезать Наверное Я не буду Все равно Пофигу Посидим Подождем По трещин Наверное Так Как-то Народу Много Сегодня Пришло Я всех Приветствую Доброго Семь Вечера Конечно 13 7 У нас Паша Пока Проигрывает 3 Минуты Ну Есть Переводы Последних Патч Переводил Я Просто На английском Честно говоря Как начинает Читать У меня Слабый Английский Поэтому Я Не понимаю Что Он там Пишет Не Выходит Порой Жестенько Он Подплотнул И дал На стоточку Блин Вот Иногда Бывает Видно По игре Что Не Получается Какая Как-то Не так Играет Паша Против Эвила Не хватает Он Не то Но мне кажется На самом деле Что ему не хватает Аима Более резкого Аима Он Ну Как бы Если Противник Тебя так Напрягает Ну что ты должен Бороться В этих Как бы Ну Тех ситуациях Которые создаются А у Паши Они все время Получаются Как бы Более Проигрышной Позиции Он находится Или куда-то Отступает Или Где-то Оказывается Под атакой Шафтана На каком-то Большом Таком расстоянии То есть Что-то Мне кажется Он может Заменить В игре Чтобы Эту ситуацию Приламить 8 минут 8 минут 8 фрагов 2 минуты Паша Не лучше В комментариях Что Паша Сам тупит Идет На Типа Рокеты Не ребятушки Это вот так кажется Он просто пытается Куда-то перейти Переместиться А туда уже летят Рокеты Туда уже летит Шафт И туда уже летит Тевина На самом-то деле Тевина Такой Своеобразный Шерлоконского Иклайва Он Все знает Все видит Да Не так Как агент Но Очень хорошо Чувствует Именно Игру Он Находится В своей сфере В своем мире Он Как будто Даже не знаю Как будто Не могу подобрать Даже слова Такого Он просчитывает Как-то Наперед Понимает Что будет В следующую секунду И сразу же Туда наводится То есть Вот это Симбиоз Это нужно Чтобы вы понимали Что будет происходить И сразу же Делали Контрдействие Вот это у него Прям идеально Идет То есть Если так Продумывать игру То что ты будешь Каждый момент Понимать Куда будет Противник отлетать Куда он будет После этого идти Все Пожалуйста Это профит Стопроцентный Ты всегда можешь Прийти И даже С небольшим Аимом Сделать Какое-то Контрдействие То есть Вот такая тема Да Потому Агенты И хикнули Потому что Два Шерлока На одном сервере Это слишком Кому-то придется Убереть Как в сериале Шерлок Посмотрел Прыгнул с крыши Или застрелился Ну ладно Не важно Закончился матч 3-0 Стрельнул Да Не получилось У него Ну сейчас Что будет Финал Интересно Что он Не зарейджил И очень четко Как бы За конца Да Выдержал Это хорошо Это очень Хорошо Ну что ж Дорогие мои Че там Никсон Да ты бы не начал Не начинал бы Вот эти Политические Споры Зачем тебе Это надо Тут Тут уже В начале Сентября РФ Начали Создавать Дружины Судя Которого Будет Пересечение Антиправительственных Настроений Ну что вы Ребята Политика Политика Квейк Квейком Если ты не будешь Обсуждать То оно Как бы И не будет Обсуждаться Чем мне Кстати Киберспорты Нравится Тем что Вот именно Вот этим Продумыванием Всех Вот этих Мелких Моментов Это как Реальный Спорт Вот допустим Тот же Футбол Тот же Хоккей Где Нужно Продумать Сюда Мельчайших Деталей Потом Вот как Лично По своему Опыту Я бывший Хоккеист Но Что могу Скать Почему Именно Мне хоккей Нравится Больше Чем Футбол Потому Что Там В зависимости От Ситуации Нужно Продумать Свои Действия В футболе Такого Нету Там Большое Поле Там У тебя Есть Время Подумать А в хоккее Площадка Маленькая И у тебя Дается Буквально Миллисекунда На Принятие Правильного Решения Если Ты его Не Принимаешь То ГГВП Изи Каточка И тут Точно Так же Тут Принимать Что Необычное Руки Джамп Какой То В Никуда Тут Спрашивают Кто Это Играют Сова И Бонзе Пришли Два Какие Ноунеймы Мы Не Ну Да Они Так И Говорят Что Это Какие Пикари С С К2 Играют Пикари С С К2 Играют Ничего С Пикари Такой Пикари Ну Да Он Печет Всех Новое Голосование Кто Будет Победителем Сертямбайской Лиги 125 ФПС Блин Последний раз Кстати Последний раз Эвил Котнул Сайфер Мне кажется Сейчас Сайфер Будет Мстить Хотя На самом деле Я тоже Не знаю Я на Эвилу Постоял Блин А я Пригласываю А Блин Я не могу Пригласовать А Можно О Эвил Я на самом деле Тоже 65 на 35 Блин Эвил Но я хочу Чтобы Сайфер Выиграл Хотя Я одновременно Хочу Чтобы И Эвил Выиграл Блин Вообще Не понимаю То есть Они оба Играют Очень Круто Все же Надеюсь Что Сейчас Внезапно Будет Финал Я Драгонец Ну Я Да Я Кстати Был бы Рад Если Был бы Такой Финал Это Было бы Очень Круто Кто Знает Может Быть Эвил Филосовские Мысли Кто Знает Может Быть Кто Нибудь Ну Ка Подожди Сейчас Учителю По Философии Позвоню Сейчас Сейчас Может Кто Нибудь Дисконнект А Не Хватает Не Хватает Мест Сейчас Зайти Второму Финалисту Цайферу Да Ладно Мертвый Эвил Так Тон Как Этому Вывел Кто Знает Может Быть Кто Нибудь Дисконнект Блин Я Уник Неправильно Прочитал А Сид Тим Кто Такой Сид Тим Павел Кулер Не Он Павел Уже Лишь На Этом Сервере Это Ты Кикнул Да Ты Живоп Разберись Я Разобрался Уже Один Раскали Типа Блин Ты Че Элдер Ты Опраз Без А так Не Только Ты Тут Еще Ну Да Куча Народа Я Вообще Это Паша На Сервере Через Сервер Он Можно Тут Разбираться Мне Уже Сказали Что А кто Такой Сид Тим Сид Тим Это Тож Не Не Это С Этим Самым Скуки От Скуки Я Просто Перестал Следить За Игроками После Времен Без 100 Девс Но Он Уже Не Играет Нет Это Кук Это Жена Если Ты Без 100 Девс Помнишь То Может Играл Тогда Когда Кук Играл Паша Это Кук Сайфер Это Сайфер А Эвил Это Эвил Ц58 Эвил Как бы Он Играл В то же Самое Время Кулер Тот Самый Кулер Да Но Он Проиграл В 1 4 А Эти Игроки В плане Чем А тем Что будем Смотреть его Больше и Больше Вот В чем Смысл А для Этого Нужно Что Правильно Подписаться В группу Вконтакте И тогда Как Вовремя Вовремя Вы будете Знать о Том Что Будут Кьюр У нас Первая Карта 5 минут Просит Эвил Цаффер С этим Соглашается Великолепно Великолепно Даже Здесь У них Слаженность Такая Знаешь Да 5 минут 5 минут И начнется У нас Бестов 7 Да Последнее Финал Финал В общем А вот эти Кстати 30 тысяч рублей Плюс Донат Они как Разделены На То есть За первое место Сколько ее За первое место А я честно Гре не помню 15 тысяч По моему Нужно посмотреть Это Написано Все Ну кстати Это неплохо Раз в месяц Это такая Зарплатка Получается Ну Как бы Не скажу Все таки 15 тонн Ну это Небольшая Зарплата Еще Выиграть ее Надо Ты прикинь Ты можешь ее Получить А можешь Нет Вот Тоже Зарплата Ну да Ну как Поработаешь Так сказать Ну блин Фигула Ну фигула Тут как бы Можешь поработать А раз И не зашло Ты же когда Если работаешь На обычной работе У тебя же не бывает Такого Что ты Раз что-то Ой Извини Мы не можем тебе дать Деньку Не ну бывают Такие ситуации Но это не очень Извини ты Я вилл слил Конечно Но мы не можем тебе Дать за первое место Да Там 15 рублей Плюс 40 процентов От доната 7 с половиной За второе место Плюс 20 процентов От доната И третье Четвертое По 2 с половиной Пища Плюс 7 с половиной Процентов От доната Из пятого По восьмое Место Получили По тысяче Рублей То есть Клаусу Ее вот эти Вот все По тысяче Да Да По кейсику Ну неплохо Это тоже На самом деле Зарплата Ну Ну для Клауса Может сказать Что за зарплата Ну потому что Он учится Ты имеешь в виду Ну да Да Для него Это первоначальные Деньги Так что Я думаю В самый раз Потихоньку Помоленьше Да 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 Это ребята Уже суперфинал Да Да Грандфинал Нет Пишут Это мегафинал Это гиперфинал Да Ребята Это ультра Мега Супер Пупер Дупер Самый главный Финал Всех финалов Сегодняшних Финальных Встреч Да Конечно Смайлики Гудгейма Меня убивают Блин Так а нам Еще должны Добавить Еще клевые Крутейшие Смайлики Но К сожалению Пока А Это только Смайлики Премиум Рак Бобер Рак Бобер Да Блин Я даже Не знаю Какие Не премиум Потому что У меня Я просто На год Беру себе Премиум На гудгейме Кстати Скоро Подражает Премиум Здесь Это Палец Вверх Бобер Да 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 Грозный Вглядик Это Браток Браток Кейс По Старкрафту Чувак Котеночек И Краб Краб Старел Пока Еще Нет Ракеточка Залетела У меня Фейспавник Еще Есть Так Ой Что Нет 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 Ничего Все Так Гоняет По Респам Только Так Пока Игла Пока Кто-то Отдыхает Этот Катает Ребешки Если есть Какие-то Вопросы Тоже Задавайте Я в печали Что Майкер Не Выкладывать Видео Меняемся Не Ну Как бы На самом деле Это Грамотно Тоже С другой Ставлю Три Затяжки Кента Восьмерки На Цайфера Влин Нифига Себе Могу Ли Я Принять Вызов Не знаю Даже Восьмерочка Это жестко Хотя бы Четверку Что Ребят Вообще Не надо Пропагандировать Курение Ни в каком Виде Да Это Плохо Бросайте С этой Темы Соскакивайте Три Кента Четверки На Ставит Рав Так У нас Начинается Необычные Ставки Кстати Так Кто У тебя У меня Сайфер Все Борьба Тут Перед Красным Отлично Рейл Заходит От Цайфера Вот Еще Один Рейл Здесь Не Заходит И Может Раздамажить Эвил Остается Мало Нападает Красавчик Главное Что Соточку Сохранил Стэка И заберет Мегу Сильный Очень Ракеты Показывает Эвил Очень Сильный Да Да И главное Неплохо Отдоджился Потому что Там Мне кажется Я не зарешала Само Что Я не зарешала Тоже Но Плохая была Позиция В общем У Цайфера Тяжело Ему Было Там Сражаться Не попадал Он Рейл Ган Который Конечно Попасть Стоило Внезапно Откуда-то Влетит Цайфер Получил Рейл Пиксель Сейчас Он в ловушечке В такой Хотя Нет В выход Снизу Точно Тут Я не Проглядел Вспомин Мега Сейчас Будет Первая Появляться Есть Запас По секундам Прочекал Здесь На Один Дэмэш Попадает Цайфер Это не так Ушем Много ХП Чтобы Побороться Хоть За что То Смотри Пытается Эвел И то И то Забрать Вот Когда На самом Деле Играет Игроки Такого Уровня Это Всегда Борьба За Оба Девайса Параллельно Самый Набреженный Момент Ну и Сейчас Эвел Поймет И заберет Оба Атема Только Сейчас Он Понял Услышал Что Оппонента Нет И не Попал Рейлом Вот Это Сейчас Не Очень Кстати Говоря То Что Он Не Попал Здесь Попал Вообще Не Не Возможно У тебя Какая модель У меня Энами А Ну да У меня Акил Ну вот Ну ты понял Как бы Так И подкарауливает Подкарауливает Потихонечку Увел А Цайфер То У нас На Шафте Койдется Так Аккуратно Спокойно Размеренно С большим Истеком Не торопится Никуда Не лезет Замечательно Дожидаются Он здесь Красного 10 секунд Будет разница Между Ключевыми Айтемами На этой Карте Немножечко Шафта Попытка Здесь Наломиться На желтый И желтый Та не забирает Цайфер Да Приходится Ему отступить Зря Кстати Оставлять Одну Шарт Динка Нужно было Сразу И забирать Ну Чтобы Она Не шумела Потом Под ногами Мега Лежит Находит Ой Почти Почти Но тут Нужно отдать Должное Сайферу Который Отлично Сориентировался Нападает Эвил На красный Минус Сайфер Ну Ж Блин Офигеть Как-то плохо Стал читаться Стэк Честно По дамагу Когда Оружие Просто по-другому Как-то Дэмэджит Все время И я Часто Ошибаюсь Мега Дискально лежит Ну Сейчас она будет За Сайфером Вопрос В том Что Да Была Не была Уже И минус Сайфер Великолепный Сверху Вроде бы Где-то Сайфер Я слышал Офигеть Но К сожалению Динамиков Вверх И низа Нету Но Да Да Разгадать Можно Да Да Желтый За Сайфером Будет Скоро Меган Она Практически За Спличном Вместе С красным Разница Совсем Небольшая Двести 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 Надъедается На желтый Сайфер Потихоньку Помаленьку Сонос Тоже Имеет Сейчас Думаю Сем 3 Желтый Еще Заберет Или Хотя Бо Здесь Поддамажит Он Более Мене Уже Выровняется Положение Вещей На Пасту Конечно Лезет Все Таки Через Верх Через Верх Сто Шестьдесят Но Двести Эвил Ходит Тот Наверх Забирать Небу Двести 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 Вновь Непонятно Кстати Где Сайфер Но Сайфер Как раз Включил Ниндзя Стайл Обрати Внимание Что Делает Эвил Он Просто Идет Пешком Да Он Не парится Он Просто Спокойно Но Ты Знаешь Он Не то Что Не парится Он Слушай Просто Когда Ты Распрыгиваешься Слово Просто Сегодня Мне кажется Слово Паразит Когда Ты Распрыгиваешься Ты Шумишь Так Что Ты Хуже Слышишь Сам И Когда Ты На Распрыге У Тебя Скорость Выше Очень Остановочный Путь Бывает Очень Болезненным Когда Тебя Насаживают На Шафт Или На Базуку Напарываешься Поэтому Чтобы Избежать Вот Этих Момент Он Идет Пешком Я Сейчас На Сам Деле На Месте Цэфера Когда Эвил Так Посоко Подлетел Я Был Рискнул Пустить Рокет Потому Что Шрафтить Там Тоже Было Не Вариант У Эвила Было Много ХП Цэфер Просто Не Смог Задамажить А Рокеты Хотя Был Какой Шанс Сразу Минус Соточка И Там Уже Эвил Остается С 10 ХП Ну Все Я Не Сайфер Так Что Как Он Там Думал Сайфер Все Пока Что Бегает Убегает Не Отдает Эвил Уму Ни Части Контроля Не Хочешь Чтобы Сайфер Вообще Хоть Что Брал Хочет Надежно Отыграть О Пропустился С Эвил Сайфером Возможно Из-за Фова Не знаю А будет Тдм Когда Когда Будет Тдм Пока Не Понятно Да Тотальный Контроль Действительно От Тейла Все Он успевает Ну Такое Знаете Легкое Прощание С желтым То есть Ну Пришел Подконтролить На выход С желтого Понятно Что Все Не Законтролить И Поэтому Спокойно Контролит Красный Смега Перемещается Опять же Пешком Или Как бы Обычный Режим Ходьбы Без наломов Аккуратно Вот Если Такой Стиль Исполнять То Я думаю Что Профит Будет Очень Хорошим И Очень Большим Отдает Тем Временем Эвил Мегу По всей Видимости И По стекам Вперед Сайфер Уже Главное Сейчас Не потерять Это Преимущество Но Теряется Дважды Теряется Просто Дичайшие Релганы Опять же Просто Дичайшие Релганы Погазывает Эвил Успел Он Сейчас Вот Сюда Вот Как раз Там В лестнице Прошел Весь Дэмэдж 200 Армора У Эвила Будет Ли он Идти Под контроль Желтого Вот Вопрос Неплохой Кстати Выпор От Сайфера Такой Вот Ты Суправил Еще Такой Ну Там На самом Деле Он Такой Выпрок У тебя Там Секунда Буквально Чтобы Увидеть Поэтому Этот Рел Мне Кажется Он Такой Немного Рандом Все Ж Лагерный Ну Да 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 Если Подвезет То Зайдет Если Не Подвезет Ну Не Зашло Ну Хорошо Он Сейчас Ракетами Подамажил С малым Количеством ХП Подготовил Себя К борьбе На Миге Сейчас Аптека Желтый Будет И Вот Вопрос Будет Откуда Наступать Соберется Сергей Виларехов На Шардак Слышит Сайфера Придется Видимо По низу Проходить Сайфер Немножко Не там Он Ждет Лола Сайфер Да Подумал Что Эвил Будет Пытаться Обмануть Обойти Красный Все равно За Сайфером И Здесь На лом От Эвила И Не Зашел В Телепорт Сайфер Вот Это Скиловость Игрока Обычно Сразу Плюс Форвард Ломимся Бежим Я бы Сам Так Сделал Чувак В фонтале Быстрее Быстрее Можно Сбежать 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 Холодная Голова Должна Будь В Стрейке И Тогда Вы Будете Выигрывать Если Думаешь Ааа Как же Где Мне Как Контролить То Победа Вряд Будет Достигнута По поводу Кстати Порталов Что Это Было Вообще Сразу Споминается Фраза Ну да Как Он Стреляет С Рейл Если Я знаю Где Я Стреляю На 1 Ну Пиксель Выше То есть Если Он Знаешь Что Вообще Не Видно Да Ну Где Стреля На Пиксель Выше Он Практически Всегда Попадаю Не Ну Да Потому Что Это 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 По поводу Порталов Вот На Ironworks Вот Эти Порталы Кстати Которые На Шафте Они Там же Как Играются Позиции Номера И Комра В общем Если Ты Увидишь Что Кто Заходит На Красный Допустим Противник Твой И ты Как Это Очень Скилловая Штука На Сам Деле У меня Так Все Два Раза Вроде Получилось Делать Специально Именно Вот Да Если Противник Не Знает Что Ты Как Увидел Слышал Очень Быстро Туда Прыгаешь Буквально Две Секунды Нужно Забрать Красный И Оказаться На Точке Портала И Ты Просто Делаешь Телефраг Особенно Когда С Очередной Фраг Делать Великолепным Рейлом Добивает Эту Серию 70 Прям Как будто Счет Серии Не 7 Не Может Быстро 7 Это 4 4 0 Нет Я имею Ввиду Какой Должен Быть Бестов Чтобы 7 Побед Нужно Сколько 14 12 12 Следующая Карта Приветствую Всех Кто Присоединяется К трансляции Доброго Вечера Элдер Обычное Видео На Ютуб Заливает Да Ребятушки На Ютуб Канале Есть Все Записи Всех Игр Поэтому Если Что Смотрите Льва По Пикселям Книга За Авторством Нуна Не Нуна А Нуда Да Недоумение Люди О том Что Кефир Не Сделал Ни Одного Фрага Ну Почему Ж Такое Случается Бывает Щит Happens Что Теперь Не Все Мы Можем Так Мощны Да Т7 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 Не Знаю Не Мне Кажется Это Больше Карта Эвила Чем Карта Сайфера То Сайферу Наверное Идеально Играть Против Эвила Затем Почему Мне Кажется И Силь Нухать Блин И Синстер Тоже Тяжеловато Сайферу Сайфер Такой Достаточно Открытый На самом деле Стиль Но Он Не Вкатывает Против Эвила Вот Проблема Потому Что Эвил Показывает Просто Бороться Русский Токс Русский Токс Это Что Это Эвил Ну да Кстати Крут Семнадцатого Не Попашно Сейчас Ситуация Что У Одного Что Второго Игрока Кстати Говоря Эвил После Прошлого Финала Сказал Что Типа Убил Чемпиона И Он Обыграл Сайфера 4 0 Ни Одной Карты Не Дал Им Там На Половине Картов Фаркейд Просто Там Вообще В салат Если Я Ничего Не Путаю И Не Не Знаю Вот Сейчас Сайфер Мне Кажется Должен Тоже Помнить Это Немножко Подгорать Так Любящий Тоже Подгореть Парень Не Должна Быть Мстя Ну 4 0 Конечно У него Уже Не Получится Ну 4 0 Не Получится Не Чемпион Повержен Да Вот Как он Спала Ну Ха По Сли Квей Кон Конечно Обыграть Отомстить Потому что не дошел до финала мог бы и блин вообще проиграл жаль девять секунд омеги цифер снизу вообще с просто 20 хп сейчас на паша пишет квад уходит на красненькую и нет встречи не будет цифер сверху крадется кусочком пешочком потихоньку так вот уходит 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 получится у него так интересный нет все-таки малыш времени три минут сегодня прошло уходить надо считать просто так вот выйдет и будет стрелять красный нужно забирать но цифры здесь неплохой рейл такой за угла и вновь есть и 100 на самом деле не нужно было особо просто так чтобы противник не забрала не палец что потом можно было если что после красного также брить и забрать этот желтый то мало ли что случится минуту не пускаем цифер не пускают и вела на мелу держит свою позицию и не дает просто ему прохода сейчас все-таки пропустил ну там вроде большого стака конечно не попрошенный парни февела тоже думаю должен зарядиться от этого любят это делать кто любит это делать цифер 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 любит так делать ну да он же когда этот бинт пишет может привлечься какой-то случается я не знаю магия включается там мне кажется просто на этот бинт забинти на ивх и эта фраза думаешь какая-то там же палатки моя даже стрима смотрел на аэроволке было то что он сливал фрагов на 8 или 7 написал только цифер 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 и закомбачил мне кажется все же это совпадение конечно мне кажется он какой-то удачный момент и тогда чтобы продамажил круто попала или поняли это вроде было так то что его убили вот прям убили и он написал этот бинт у него цифер цифер и все его понеслось он переходил полосе весь контроль и начал просто убивать скажем не будем другими фразами пользоваться минус 10 вел отличный налогов и он рисует и забирает через аптечку га хеллс красавы сложный прыжок мне ни разу не получался тренировался потолковать ни разу не получалось не у меня получалось но никогда ты в игре это делаешь то что в игре это сделать в пять раз сложнее потому что то нужно сделать это все быстро четко без каких-либо вообще нареканий в 8 классах просто какую-то сумасшествие устраивает эвил успевают убить цифера перепрыгивать чисто по колоннам еще один фраг и на мегу что нужно пойти офигеть что вообще исполнил ой ну цифер ты тоже хорош неплохие руки ты заходят ну честно говоря 9 хп ну как бы до перебил логично с аферную как как долго сражался нереально количество времени он прожил заберет заберет и смотри как есть прям ну так ближе к сайферу и забрал спиной очень круто на 6 хп здесь делает фраг просто дичь радует радует эвил на самом деле своей игрой очень действительно сильно как вы не жал звали сергей слой над чеша сергей слой нациф поменяли местами перевода так ну ладно что тут цифер отжирается отжирается третий фраг как-то четыре минуты остается до конца 6 фрагов ну на самом деле в такой игре если кто-то перебивает контроль можно очень хорошо напрячь даже если ты на респе как бы не поймал чувака все равно ты можешь как бы поймут лишь понимаешь куда он бежит там в первую очередь можно очень хорошо принимать но пока не получается этого у сайфера однозначно здесь директ ловит вообще в воздухе и внизу директ ловит вообще жизни и умеет 25 процентов шахта про что это означает что я думаю что ничего такого это дуэль это дефолт вообще-то нет подсором настреливают ну нет настреливают а если у фирмс вам они же любят это делать или на допустим иными за углами шахтом все равно как бы не так много сейчас уже не обязательно час было попадать там все 40 процентов вопрос обязательно попасть но когда такие штуки происходят как бы два процента добавилось но вообще в салат уже меньше трех минут и это просто дикость один из права преимущества у сайфера и когда он получает контроль и он не может его полностью вернуть он вроде бы перебил контроль и на первом же девайсе умирает который за которым приходит бороться просто сумасшествие то что происходит уже как будто тут уявила отдельная вообще игра который он сам там играет какое спокойствие он получает базуку еще одну но продолжает идти как будто вообще ничего не происходит просто что ты попал меня директор а здесь чурил как это цилиндр монокль фраг да все как полагается шинтурный клуб поводу кстати фишечек на затеяние то кстати фишек еще больше чем я даже думал на затеяние ой зажал на 5 хитах чудеса все что происходит так я смотрю и мне даже я не понимаю как это комментирует то что он делает что-то такое что вообще не поддается описание там допустим на затоне можно с гренок спрыгнуть снаем если не спрыгать тебя 5 хп тут и разобьешься но можно спрыгнуть так что не разбиться там если прыгать на лестницу то как-то на какую-то ступеньку нужно попасть ну и я вообще не продамажен то есть там уже попасть непосредственно вот в этот момент перехода с одной ступеньки на другой но понятно как надо им 6 между джампадом но это убрали уже этот баг джампад м6 под красным если ты данная карта ну между шапку прыгаешь прям между джампадом и между уже плоскостью пола как бы и тогда еще там что за 2 ползмин очка можно на это стандартно красное что на красненький за 2 возненьки да за за 3 всегда прыгаю за 2 научи сделать не да 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 это не но мне кажется что из 1 2 тоже залетаю я как-то все равно 3 делают для отчеткость чтобы в том плане что если это неправильно делаешь как бы фейлишь прыжок получше подкрепиться 3 это уже как-то наш так это задрочил за выражение так как на трабл ватерс запустил тренировал на баус келе или как как прыжок на трабл ватерс там же есть как бы обычный прыжок что что ты прыгаешь на левый фонарик и выход через правый балкон но есть как будто когда ты прыгаешь на левый фонарик и уходишь через левый балкон тоже такая двоякая система прыжочков там вот эти вот как раз через один фонарик на этот же но эту же платформу это очень трудно да я понимаю да я и такой-то не могу я вообще обычный ты не могу который это если захотеть то это дело 1 1 дня даже меньше не но понятно что нужно просто понять какое место нужно прыгнуть но вопрос в том что я как было пока не нашел ну как бы я не ищу это скилловая на самом деле тема так можно флаги уносить и все там пачками чем не трабл ватерс нравится у нас чем баланс тем что вот во первых там нету повара по во вторых тем что там карта сама по себе она тдм на там идет борьба за мид то есть кто стоит на миде тот как бы чемпион потому что там флаг унести очень трудно на трабл ватерс да там либо ты уходишь водой но если тебя палят то там гвп даже если ты 800 на 800 будешь тебя там убьют ну да да если уходить мидом то там как бы рейлеры везде стоят и это тоже трудно поэтому там нет очень решает и борьба за ним уйдет жестче чем надоем 20 на этом на шафте на красном а вот и как раз таки баланс в том что флаг там очень легко унести там потому что мига очень далеко находится и за счет этого можно просто принимать там тоже много фишек на самом деле таких что атакуешь через воду как бы сразу же инфа пишется то что дефон там он идет тебя частности плохие дефо так делают они идут тебя сразу встречать а ты просто говоришь тиммейт я пошел через воду понимающие люди сразу атакуют все дефонят на базе ты просто уходишь спокойно при этом еще пару желтик их можно захватить то есть как бы типа твои подходят уже на базу вот смотри ты допустим пошел по правому балкону да и стричь там ждешь все я тебе пишу атаку или там говорю атаку ты заходишь сайферов смеется и говорит серега прекращай пожалуйста вот так все у тебя кто и смотрим так захватить еще раз проверили нормас да сейчас посмотрим что его сделать ну конечно объективного мое мнение к этому вопросу что ты был конечно готов больше чем сайфер я думаю что чупа здесь сильнее ну да но я сейчас мы увидели как как отыграл на т7 как отыграл токс подшарка пошла пишут да да я видел да ну поджарка действительно пошла уже давно не буду даже напоминать о моменте на пикапе смотри до сих пор нету базуки и рейлган вывела не забирает забирает шатган только не самое актуальное оружие но как с гранат раскидал офигеть тут уже должен быть серьезно пожар даже я не знаю самые нервно устойчивые были старались вот такой конечно ситуации в общем да это блин 90 на стоил уже там на мегу лол заканчивается шахту его просто базука на полтос зашла и шаги здесь вырубает диты чтобы мне не оказалось в руках какой дистанция не оставалось ну да и вообще все прямая трансляция с кухни от плитюра зафер очень сильный игрок поэтому ему это относительно конечно подгорает помочь лучше уж такой рейд чем рейд что-то типа да как ты посмел меня выиграть а самая сильная ну ладно чем то похоже не ну он как ты знаешь все же это более эмоциональный такой а не то что это как бы как бы так я же царь волос афер останавливающий здесь неплохой эффект делать своим рокетом куда полез вообще не спробно руки джамп то на нереальное количество т.п. можно сделать это проще ну да да я думаю об этом и речь он думал я хотел думал вообще щас три руки джампа сделай туда джамп то есть там начать отминут рокета заходит отлично и вовремя сориентировался сафир быстро ушел здесь как бы шафта даже успел здесь немножко бросают хорош хорошая ракета отлично попадал сейчас чуть-чуть вот эти вот порталы как раз о которых его договорился на не нравится играть аралов то что портал их которого тошнит просто но потому что он использует такую стратегию именно в рыбу эти телепорты но и на самом деле это правильно конечно вот ведь ну на работе нужно откидаться через желтый подхавывать как бы желтенького определенного стека и потом уже нормально можно выходить отлично здесь заходит от сайфера главное что он не стал даже аптечки подбирать потому что боялся атаки с респа 8 как четко все сделаем просто жесть зашло сразу нырок на центр и великолепный фраг что-то непонятно что произошло когда граната ваша шафт на шафт раз только чтобы на гранату уже все карты гранаты идут было 20 хп у чупы мегаха в общем к тему спасательный круг там вот уже раздамажен цифер вовремя ушел поддал великолепный прекрасный вертикальный рейл играет цифер все правильно делает пока что именно сейл очередной раз не потерял хелсов при этом да кстати говоря дэнджи вообще ноль вот и сейчас тоже проходит вообще без какого-либо штрафа сайпер сейчас минус или должен быть хороший стек оставался шафт кончился очень вовремя это почувствовал сайпер сразу же поменял на рокет и таким вообще интереснейшим на самом деле муром напрыгиванием голого оппонента сделал выстрел с базуки который стал в общем-то роковым для его пишут там пророке джамп это велороке джамп царе антона отличное попадание хорошо сайфер разруливается хотя шафта у него не было базука четко общем-то он рядом с оппонентом своим задамажил то есть он вышел на одну плоскость и просто ударил рокетом в холл чего обидно сайфер впереди сейчас уже по стеку кстати шафта нету за атаковать в общем-то нечем уже приходится переходить на подконтроль сайферу подрывает его на желтом интересно ли нет нет сейчас мне кажется и вы уже должен быть там на красном собирать шафт аптеке там пытался через центр зайти через центральный портал забирает мега его отлично продержал его пару секунд там и забрал мега вообще идеально не дал его 200-200 тем временем а цифер вообще без тека можно сказать только родился 125 хп сейчас как не зашла ракета сейчас как зашла блин ревел там пытался видимо все можно быстрее сделать не подсадил да надо вообще нормально кстати есть такой фраг один на фаворите третьем дуэлем некий потом про него расскажу именно тоже шафтас этой позиции размениваются так неплохо ракетами атакует блин он как будто в воздухе какой-то просто танец исполнил когда вообще был в общем вот отсюда с красного ему утащили на шафте чувака туда ждали дальше 25 по воздуху причем это жесть вообще не выкинула как бы он видимо как-то прыгнул так что его шахтом толканул он там просто спрыгнул вниз то есть хотел вниз прыгнуть а чувак в этот момент вышел и прям . секунду начал у вас шахтить когда тут спрыгивал и его выкинул туда вытолкнул за двадцать пять лет лежал его на шахте туда вот еще сэвил дальше под крышу я понял нифига себе у элика кстати вроде фрага там был отличное попадание от эйла вот контроль такой хорошенький эйвил показывай ну главное что сайфер то ведет практически два раза вот этот дождь такой сбили как будто бы леса какая добра подбегает перед тобой 65 фрагов даже опять вы ну вот это хороший контроль просто выгнал своего желтого тоже сейчас видел под контролем такого то что сайфер прочитал из-за доджи хорошо ооо ооо эвил нам догонять чуть-чуть чуть-чуть не дожидается да не лучше чтоб сайфер выиграл тогда как бы карта больше не зато болеешь да где же до ханг где же до ханг да ему конечно тяжело играть эту карту он говорил при маппике с сэшем ой вернее сэшем с павлом ну и уже в день фанатских этих хектиков аэроволков и таксисты ну да но при этом на топси ты видел какую игру показал как он с пашей сыграл вообще ну да ладно топси будешь записать хектик аэроволк графе он тогда вообще внули слил минуса на хектике тапы мой помню фраги передавал специально шесть вот это отличная раскидка и гг парфейт кук винс сверху написано 102 кук винс так что с победой куки где ага 102 куки винс да да поздравляем куки красавчик затащил на скиле мощно мощно некий процент я думаю все равно нужен перепасть за это куки пишу там гг куки за все там тоже угорели с этого у кого их такая штука что поделать ну да блин баги встречаются и тип это был английский я бы сделал скриншот работе мстали бы у меня стояла фотка что я победил там цифера и явила вдвоем почему-либо мы же как-то раз хотели сделать такую тему то что устроить фафа на аэроволке там сколько 8 вот из испов я насчитал и зайти девятерым игрокам и стоять всем на респах такая до рулетка такая начнется то есть ты появляешься в комнату он умирают и дальше появляться в контур вот так вот весело вот так вот сыграть по матчу победит на это было вымощно конечно разрывал бы на вот час но тогда только три человека что ли нас собирали тогда не было еще никого не иногда кстати пилю эти самые эти вот учебные жители быстрее вот один сделал за второе что никак руки не доходит можно было взять это мы в конце на этой самой на dm17 что ли пирамиду построили короче так все начинается ой сразу контролька такая цифера до бочин неплохо зашло чуть-чуть затеевал пораньше бы зашел успел программу на это думаю рассчитывал и все потерял минус от цифера неплохое начало накидан в тену папа кулер научил нехорош неплохой рел точнее нехорошка я бы сказал очень хороший вообще как там должен ли был там пролетать эвил я например не мог предложить честно а сайфер как бы туда целился и четко попал тут рел дан минус эвил даже максимально максимально хочет ему цифра количество фрага что сделать пока он есть контроль этот отрыв создать чтобы потом было проще да и поэтому пытается более аркада так играть неплохо заходит хотя всего лишь на 60 как п рел к сожалению получил сайфер вот эта ошибочка от сергея вела орехова зачем же он это сделал этого не надо было делать даже цифру ну да потому что это действительно ошибочка была мега за сайфером и минус эвил красавчик красавчик какая-то аркада как будто бы пошла от этого непонятно вот здесь кстати неплохо он уже доложил добирается все же сайфер до красного до снял мне не хилый стек блин а сайфер вообще ничего не попадает да все уже уйти надо с этой позиции мы можем нужно пытаться тянуть время блин лоу вот есть стек растерял с одной стороны с другой стороны явил тоже не особо нарастил свой стек за это время мне кажется надо было проще базу как стрелять если сейчас вплотную попал это было бы очень жестко это просто супер фраг и главное как круто чтобы увидели вас глаз сайфера потому что это было просто нереально ты подходишь и просто представьте себе сколько пролетел этот рокет до того момента когда он четко на сотку вырубила его из-за решетки выпущенная ракета такая панк и прям вообще это же это просто так нет сайфера вырубил это как это не видел да 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 это как бы получил ее в щи да прошу вращение получил и почему да мы же со цифром был полк так а почему то я так сначала ты сказал я попутал не 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 выстрелил цифр и получил окей нет и сначала там что я получил там еще расскажу что я помню я подумал мне показалось что так он что-то у нас опять лирическое обстреление выбираетесь красный сайфер мне неплохо не неплохо такого под шахтил даже хорошо да прям вообще великолепно и заминусовал в очередной раз и пока нету совершенно никаких шансов и перспектив просто для его сергея ореха того самого пока интерес надо пока я не знаю на меня не получатся сейчас айфер обыграть бывает доходит вообще непонятно не понял блин какой аркады на самом деле от сайфера но как он выполнить его в плане того что попал органом вот это очень подравняло если бы он сейчас ошибся можно было очень нехило поплатиться за эту ошибку потому что времени еще полным полно еще 6 минут до этого думал на том что том что ну начать играть синистер изучение новой карты и как-то почему-то но не оттягивал нет я думал карта слишком большая а вот сейчас сколько стримов посмотрел он такая более-менее аркадная она не такая уж и плюс бэчная как затрон я буду ну да на чем-то похоже думаю надо стоит попробовать потренироваться поизучать ну да 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 если классе будет каша рассказывать просили что это другой вопрос то что не он я понял как то вообще пошло надеюсь научиться такие же дикие рейлы попадать так что ну сейчас цифр прям в пяточку ему тактикал берет чтобы сбить настрой сайфер красавчик это вот я заметил что постоянно вот реально если начинается какая-то тема да да такое происходит на финалах я все время думаю что он там ломает клавиатуру мне кажется он просто встает разминает там в руки ноги такой диван не серьезно просто чтобы прийти в так сказать состоянии концентрации потому что он понимает что какая-то байда происходит потерян момент пользуйтесь трансляцией я призываю вас подписаться на канал и ты на будь берег и низко 2 тв похоже минус очередной раз я лба хочется делать говорят ему просто не хочется фарфейт писать на самом деле мне кажется он пытается потянуть время зачем вот это постоянно здесь сражается постоянно пытается с шахтана дамажить и борьба получается потом он переходит на желтый и в этот момент какая-то происходит 3 дня слушай как же много ганджи наносит через эти решетку просто нереальное количество сейчас я подожди секундочку буквально и также нельзя делать можно ползажи для этого существует она есть же почему и не пользоваться неплохо продамаживаю ты вел и блин здесь просто на вылете сразу же сапер минус идеально цель воспользоваться чатом немножечко скинул своему вик немножечко понаглел дала почему то это такой детский муф я бы сказал ну это просто как то неправильно вообще это просто странно ну какой то неправильный подход ко всему как бы мне просто не хочу правда в любом случае статусе павел выходит под красный но ничего себе я начал комитет заявил даже не сразу понял что я вообще-то этот парень только что был в нулях не уже выявила какая-то просветление в этом огромном темном мире то что делает кефир это вообще законно третий фраг стати говоря заявил мамин бродяга папин симпатяга даже так сказал мамам и криминал от сайфера ну вот как ты думаешь 3 часа его догнать по счету цифра не успеет но если сайфер наконец поймет что не нужно ломиться там вроде не наламывается особенно но ему нужно реально переходить прямо в деф в деф и морозиться на желтых и пытаться как-то с них что-то намутить я думаю вот за такое время из-за такой разницы в счете за 10 минут надо чтобы цифер все промахивался а явился попадал нет ну нет ну смотри один раз достаточно ошибиться дальше при стресс пресс 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 это не только когда ты прям появившись получаешь плазмы потока и рокет в догонку да это же и тогда когда ты просто перешел из одной комнаты другую вроде что-то даже взял но быстро отлетел и такие фраги ты как брат нарез просто раз нарез можно можно же сборить для допустим утресну все-таки здесь в районе меги да вот взял ты остановился под этом да но и можно же и пара или как бы не снести столько останется у него там 100 на 100 у нас он кто даже просто 100 хп я не думаю что он будет также уже ломиться потому что но это потеря всего контроля 22 по картам еще две победы нужны тому и тому чтобы да но это хорошо как-то без интриги прям было бы совсем грустно так создается у нас интрига оскорбление чувства верующих выявила что этот ниггер себе позволяет ну что у ребят и злые то ниггер на лошади ниггер на лошади возможно сейчас даже какой-то уж перерыв попросит отдохнуть там или чуть пару минут это улучшение девятнадцатилетних пацанов которые живут в темене так что у нас здесь а я кстати подкорректировали до кого синистер потому что я не помню такой портал снизу на лесенку какую-то лесенке тоже раньше не было было чисто платформа с красным разве какой-то может быть это какой-то бета-версия была по мне это коррела сразу синестра у меня вообще у нас кто у меня давай сайфер вот тут я не могу даже сказать кто фаворит но подумать могу сказать интересно именно этим будет посмотреть на ту поржу ну карта такая не аркадная но она такая средняя и аркадные не аркады на самом деле последние карты они все-таки полуаркады то есть не сказать что это прям чисто аркада поставленного battleforget но в кутрия и никогда не видел он а вроде выкидал но потому что я и видел в мувиках еще давно 2010 годов наверно так с появлением клейка как iron works она здесь есть нет смысле этой ты хочешь как эта карта перенесена из кутри нет и нет имеют какой только выпустили может быть какая-то моя карта то есть она тоже не иску три ниоткуда она придумана новая для кулайва да 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 я понял это где как раз красный да 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 11 пока что разменчик такой небольшой отжирается отжирается неплохо так причем хорошо стать да тут говорят что я перенесли из кутри но она баланса передала перед чем синестер закончился ревел фарфит ну цифер винтом 16 вроде даже больше на 8 нам что-то такие числа ладно но что-то и был тем временем 11 сайфером желтый сейчас за сайфером карта кстати такая так сказать решающим можно практически так сказать пред решающего решающие кто поведет в счете того будет и больше шансов нет конечно конечно любую карту нужно забирать но вот эта карта она просто для обоих игроков вполне убиваем ну то есть оба игрока может очень могут очень хороший групп показать есть такая более-менее рандомные непонятно кто выигрывает он более-менее уверенном себе у тебя сейчас цифер и вел хорошее попадание здесь от он там просто такой выпад сделал рэйл попал от ученых нашли стриги рот на цифер у тебя и у меня я видел просто он туда что в другой город не заметил мнение я видел я понял не хотел перебивать мысль за легкость заявила но она такая она открытая она большая тут можно рейдить я думаю она трейла играется это как потому что тут таких как бы встречи к основных нету разно разве что на этом ах ну да то есть это же достаточно высокие потолки широкие проходу то есть всегда можно рулить убежать и на набрав скорость быстрое перемещение за счет этого как раз до 1 1 3 минута не торопятся идет рисковать ну что ты ситуация пока что не создалось такой чтобы можно было разменяться пока идет набор стека да кстати вот скинули в battleforged было в этом было 7 играю добру 7 супер финала стать все ребята вопроса богу 3 колдеру я даже не играл даже не знаю что то за вещь как ее с чем идет я чистый клайк пацан ландо вернемся на карту 30 и минусы от сайфера только хотел сказать то что цифров преимуществе поставил там запутался коктейли вообще что-то никто делал сейчас кстати тоже неприятный рейл попадает место сокращает сайфер расстояние старец сейчас рогатки зашел в цифру ну да все бы изменилось пять минут в принципе вывел еще времени куча вагон и маленькая тележка при этом не ну игра то и не быстро так происходит минусы вел но темпом сможете ходиму задать захочет вел да ну карта ну как бы наш очень много на ней коротких расстояниях только одна такая длина как бы жили это не очень удобно ему нужно наоборот такие средние какие-то дистанции 6 1 200 200 это за смотреть видео слава там видно как он играет он небольшие движения делаем много как бы резки хоть не но я не знаю минус от и от сайфера очередной минус а его который пытался его пропилить великолепный рейлган здесь заходит блин не париться вообще сайферы великолепно попадает базукой просто идеально блин насколько что не сконцентрированы сейчас в игре насколько он четко читают происходящую на карте задумался на секунду цифер печеньки на делать привет этот человек интересно нет время еще есть но минус от сайфера и мне кажется что скоро будет фарфейт гг не пальцем тоже делал мегу забирает все таки вел вроде забирает все равно помог себе немножечко настояние надо 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 по сергею орехову догонять если он хочет побеждать но честно говоря у меня слабо верится 9 фрагов он наберет здесь сама игра тогда уже можно начинать концентрироваться на следующем матче мега лежит принципе не знаю вывел что покинуть площадку да не забирай а нет не вышел не получилось вывела продамажить он сейчас хотел прямо надавить этим руки джампом бить сайфером не получилось жалко сразу получаетесь на выходе желтого красненький за сайфером неплохо но кстати продержал так получил рейла потом только забрал он как бы рассчитывал то есть он знал что желтый будет соответственно что его будет забирать желтый рейлом не стал выстреливать сайфер дожидается полтинник вообще идеально смотрят просто и думает что дальше делать опять как на синие стараюсь сайфер шахфита сайфер закидывает заданную или рейд пытается похоже похоже 22 по карту было 7 с вами increase здравствуйте но должен делать враг да он не успеет уже потому что да она продолжает сайфер сопротивляется продолжать напрягать русские не сдаются так скажем сейчас он уже все не держит ну куда-то да возможно даже берет ел но как бы да да как бы да белые русские вот это уже что-то интересно вливается и прикольнусь если сейчас догонит его да не шесть фрагов и вот это то и не не напоминает смотрел ты не смотрел когда порт до 4 фрага да не ребят нет да не может быть ну там такой ну там такое не было там дм 13 конечно так что он сейчас затон я не знаю потому что все активно с него вот уют давай тоже в заботы так я сейчас правил затон даже не знаю я должен выигрывать потому что рафа он тогда выиграю картоха непобедима не знаю две карты его все-таки забрал так что может и победима молодец сайфер отправляется с вот этим стрессом с вот этим вот бомбежом своим подгоранием молодец просто бомбанула взял три карты продолжает спокойно жить масса всего лишь одна победа его отделяют одна победа отделяет его от победы так что посмотрим что сейчас предоставит нам и вилл на затоне что нам предоставить цифер на затоне и сейчас завел просто будет сливаться лезть на цифер уничтожит ему пожелаем удачи и виллу 32 по картам пользу циферам неплохое начало кстати по респам сейчас я думаю должен и виллу они подконтролил ни разу цифер возмущен тем что у его не получилось его подконтролить как надо элдера на стриме паспока посмотреть ох у элдера к сожалению пахнет ключа ну что могу скотерил 150 на 50 цифер 100 на 100 цифер на гранатках и велос внизу сейчас будет красный и вот цифер забирает красный там есть и и заспал и заспалка чай побыстрее да 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 я включил соль ребятушки да отошел на секундочку думал будут ли они начинать прямо сейчас я его как-то тянул я думал надо воспользоваться моментом и воспользовался но не успел но в любом случае начало все в порядке все видно рэлган у сафера нет красненький лежит весе 200 вел я не знаю вот что вот у меня в голове происходило что-то типа господи не смей проигрывать флот надо все сделать для победы вывела может огла и нет я имею ввиду у меня бы так происходило что у него я даже представить не могу я думаю него тайминги мега красный желтый вообще все все равно что происходит главное убивать мысль дага в голову пришел поскорее бы в баньку с кулером когда у них там фотка то в бассейне ездить не помню выступали когда играли но он спокойно так размеренная вспоминаю игру когда он нрав и здесь обыграл те потрясающие фраги с гранат 2 подряд на финале канал хара затащил тогда стрим этот вроде даже смотрели человек 10 на 1 пикап чупа 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 чупс 200 на 100 у тебя явил не у меня сайта это же хочу чтобы сейчас минусы здесь будет опасно как же долго как он это и как же долго умирал и брони на роман а может просто не я имею ввиду то что он дэмиджи теперь 6 ну да да кстати отличное попадание от сайфера ну и сам слабый кстати говоря его может продавить подловить где-то наводку даже на подконтроле левил так аккуратно как не умирать их гранат но не заметил последнюю стать я так и понял более на мига кстати за ним но на вкус тоже ушла что-то на сотку задамажила надо было сейчас 100 на после миги у него 7 скопы оставался собирал слышал ему цифер но весь борьбы не отдал прорыва 80 снял так что ничего страшного забыл при этом красный 200 на 100 и цифер тоже 150 на 100 цифер так спокойно медленно проходит сверху у нас это вообще прямо контроль как бога от и вела прочитал вот это вот все просто все движения думаю цифер по секунду сейчас омега и красный я думаю его хотел и то и то хотя бы поддамажить цифра там дать ему этот выход да хорошо не дает ему просто выйти на мигу драмажит его и заставляет просто уйти все еще один фраг вот уже как раз сравнился счет в нужный момент я обратил на все происходящее внимание пропустил но я был в общем вообще убил цифера такая вот отдельная информация как бы странно это не звучало спойлер спойлер 200 на сотку его будет выходить под красный 100 на 0 цифера кстати и всего 4 ракета можно продавить него 4 ракета делал делаем гранатка на выход здесь и базука подконтроливать занимает двойной такую вот эту позицию на углу желтый этому заберет и будет сваливать или даже раньше неплохо он так продавал что 50 хп где-то снял красном еще далеко и секунд можно и мега забрать и на красном успеть но хочет я вел наверное это это опять забрать ну как бы максимально да нет здесь же делать конечно не жадности о том что по-любому задамажить чтобы оппонента был стек сразу лучше прямо не где-то встречать этим стеком а сразу прямо при выходе того же там красного из той же меги про штрафовать почему-то нет кучу то что это последняя как вот не знаю почему как мне этого не хотелось на все равно кажется сейчас цифер затащит думаешь да почему-то не знаю мне кажется что наоборот очень четко заатанкуется как разел да так что не слушайте меня я бредку ты несу да не не почему же на самом деле сайтера тоже бы были шансы но просто хорошо действительно зашел вообще не получил дэмэджа от сайтера и мне кажется его как-то лучше идет gtm просто узнаем что такая чуйка есть у людей когда ты там думаешь сейчас упадешь ты сейчас базы такие мелкие моменты я сейчас опасный момент для его не носовался сайтер для такой же момент что ты почувствовал что сейчас выиграть цифер посмотрел так на время и думал все она и виллу слушай ну смотри вот пожалуйста момент тоже обратный еще ничего не решено конечно и минуты это еще очень много тем более с разницей таких фрагах в разницы такой в один фраг скольский счет и вилл стоял уже бывался пейзажем вверх этот убегал мимо попытка кстати на лома отела попадая дескай про если ой зачем же зачем же его так все сделал и сейчас минус эвел будет неужели ты завангуешь да похоже на то я не знаю почему такое чувство хотя сайт потерял два фрага 2 с половиной минуты остается и было обязательно нужно выигрывать очень много дамы же он здесь нанес однако отдает очередной фраг и уже два фрага преимущества у сайфера альфа омега шафт только что был прям трясучка дикого опять раздамаживает эрил 16 хп у сайтера он как четко легли блин глазуки шара шара как ты говорил рандомные рокеты зашли но они не конечно не рандомные они стопроцентно были четко выверенные подконтраливающие ну и ситуация для его очень плохая ну сейчас смотри мало очень очень мало но это все равно сейчас даже если по-любому на плюс беке сайфер чего-нибудь там да надает его по голове на лома царила и минус сайтер отлично два фрага осталось забрать очень вовремя был не угадался исполк сожалению это еще сильнее осложняет ситуацию для его но по сути все еще один один фраг и один рез вот сейчас резко поймать и вообще все идеально но не ловит и вел перемещается на красный один фраг отставания минута 15 осталось для вела и сейчас вот этот ой 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 не попал рэл какой блин это вообще жусь это может стать решающим кстати мнение ох ты же еще бы все времени на самом деле было достаточно даже без этого фрага но великолепный очередной фраг от эвела и сравнял он счет на затеяние сейчас будет красный даже за 5 секунд заранее будет эпичненько эпичный дольчик налом минус сайтер на самом деле не доживет там до меня да ладно и 22 хп вот это же снег я просто был на сто процентов уверен что здесь сайферу просто не выстоять 22 хп у него оставалось забирает он мегу выходит преимущество в один фраг минус левил пара по фавил включать сейчас будет что-то нечто мне кажется что уже ничего не будет честно говоря я думаю что это уже гг ну да все не все стерилизов сейчас налом налом нужен нужно нет это провал это gg 100 процентов произнает это явил мощно чуйка сработало да 42 до полчайна кстати как только я сказал это также все и началось да 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 и шара вошла прям почувствовал пачуки очень четко и его инкар предсказатель но если там так и вышло вот собственно говоря и действительно вкатил несколько шар